привет друзья вот мы и в эфире привет небесная цивилизация здесь привет небесная цивилизация привет белорусский дарт все наши гости все наши друзья все вообще кто сегодня с нами в этом общении за этим семейным столом мы вас любим и вас благословляем вас приветствуем и сегодня будет классное время с многочисленными как всегда свидетельствами с многочисленными чудесами с потрясающими откровениями и это нет не закончится никогда мы просто так хотим все успевать и и говорить с вами и комменты ваши читать потому что вы пишете что-то иногда это свидетельство иногда это какие-то вопросы мы параллельно с тем как ведем эфир еще и смотрим что вы там пишете поэтому нам важно на всех устройствах быть в норме вот мы находимся в москве в тюмени нет мы уже не в тюмени мы уже в москве вот и это здорово мы все ездим ездим и будем ездить знаете друзья вот только поездив немножко по континенту чуть-чуть мы начали понимать что такое часовые пояса я хочу выразить большой респект всем кто не живет в часовом поясе по москве потому что для вас это реально какая-то цена потому что когда мы делали трансляции из тюмени из владивостока мы только тогда до нас доходило что это реально неудобно когда по москве 7 8 часов а ты начинаешь в 10 и заканчиваешь час ночи в 11 до когда мы были в тюмени я проводил для чехов и словаков эфир а у них еще от москвы позже еще отличаются то есть у нас в москве 7 у них 9 значит уменью разница в 4 часа наоборот наоборот ну короче 4 часа я такой думаю чтобы не начать в 7 часов по их времени мне нужно начинать в 11 по времени тюмени это очень неудобно поэтому все дальние регионы дальний восток особенно америка вы все просто герои реально геройские герои потому что это просто тобольск привет мы у вас были недавно надеюсь вы нас еще не забыли набережные челны донецк халилю и особенно удобно на головах да у нас здесь слушатели которые живут вообще в таких сказочных местах как гавайи доминикана там знаете такие такой климат такая красота халилю и слава отцу вообще за все слава отцу ну что друзья потихонечку присоединяются наши драгоценные слушатели зрители я думаю что мы начнем с того что я сделаю парочку объявлений как насчет объявлений родненькие наши белых люба спасибо за такие горячие приветствия закарпатье привет друзья вот у нас такие объявления чуть-чуть я расскажу вам обязательно мы сегодня сделаем все что запланировали усаживайтесь поудобнее приготовьтесь для того чтобы тяжелая папина слава она текла сегодня через вас потому что я наполнен верой что очень сильно сегодня будет касаться многих вообще сегодня переформатирует очередной раз мозги вот и это здорово это здорово сказал аж потекло здесь у меня течет последние две недели просто расширяется и течет тяжелая такая слава помазание друзья у нас первое что я хочу сказать у нас продолжается потоковая регистрация на курсы небесной цивилизации первый курс созерцательной жизни q2 курс домашние порталы 3 курс ходатайственный ходатайственный курс регистрация упростилась это сейчас достаточно просто зайти в чат и найти там ссылку на регистрацию в любое время дня и ночи ты можешь зайти в чат найти ссылку на регистрацию и и конечно учиться вот и и друзья скажу всем кто движется с нами записывайте своих людей записывайте на эти курсы потому что грядет потрясающе 2022 год и в этом году в этом грядет 2022 год мы конечно мы конечно с нашего небесного измерения нам все равно какие у них какие у тут цифры мы научим их не тлению ребяткой ой боже что творить тихо 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 дух святой это что-то надо с этим делать так ходатай мая молитесь за меня шубе эфир не сорвал короче это какая-то истерика святого духа друзья тихо тихо короче 2022 год мы провозгласили небесную цивилизацию и она друзья мои она друзья мои она заявила о себе помните год назад когда мы готовились чехи повлияли то это мы на чехов повлияли вы чего мы чехи одно вообще мы одно до чехи словаки друзья все кто вообще нас любит мы с вами одно потому что любовь написано она объемли нас всех рассуждающих так если один умер то все умерли я умер за тебя ты умер за меня у нас вот это объем всеобъемлющая любовь она делает нас одним целым одним сыном в количестве всей небесной цивилизации так вот мы когда заявили друзья мои в двадцать первом году о небесной цивилизации она прогремела она заявила о себе многие люди начали почитать себя не просто духами рожденными от духа а сынами рожденными от отца более того они начали почитать себя теми о ком уверенно говорит писание что ты отец одно одно с отцом это проявление отцовства через сына это мощно вы знаете что друзья я смею даже так вот дерзну сказать что очень немногие служение очень немногие служения реально транслируют вот эти вещи а сыновстве говорят сейчас все я когда слышу что говорят о сыновстве иногда знаете вот происходит иногда такое что я очень добродушно и со всей любовью отношусь ко всякому кто даже пытается говорить об этом откровении транслировать эти вещи потому что это важнее этого ничего просто нет но иногда просто знаете вот ему ты видишь что служитель он иногда говорит эти вещи он сам не не понимает о чем он говорит не транслирует это не транслирует потому что учение не что явление духа все никаким и не борцы за какое-то исцеление мы не борцы за какое-то учение, за какую-то истину, знаете, вот истину в том смысле, чтобы все правильно по Библии было. Почему? Потому что когда происходит явление Духа, потому что когда происходит явление Духа, никто не бежит читать Библию, поверьте, потому что явление Духа это подтверждение того, что написано в Библии, это его воплощение, это факты, вот, и самое главное, друзья, что в этом году, я его называю уже уходящим, потому что время летит быстро, мы только когда стали с Олечкой перечислять все города, в которых мы побывали в этом году, у меня же голова закружилась, просто ты когда ездишь, ты там, ну, один город, второй город, но когда оглядываешься назад в этот калейдоскоп, знаешь, вот это все, круговерть вот это, и я просто в изумлении, сколько дней, сколько всяких людей перед глазами, событий, мы так, знаете, проехались, поисточали тук в этом году, я вот уже думаю, может уйти в следующем году на пенсию, вообще не ездить никуда, сегодня я вижу там по чатам, у нас уже там какие-то объявления на апрель там, да, апрель сегодня что-то раскидывали там, февраль, и я такой думаю, дайте дома посидеть что ли, я шучу, друзья, везде куда надо мы приедем, скажу сразу еще, мы не устали, мы не устали, вы, и никто не дождется, чтобы мы устали, вот, и потому что дух животворит, дух животворит, я реально понимаю, что мы вошли, вот я лично скажу со всей ответственностью, что практически во многих-многих отношениях я вошел в этот поток, который называется энергетическое обеспечение жизни от животворящего духа, я вижу, что я стал нуждаться очень немного в каких-то вещах, таких внешних, да, в частности сон для слабаков, там, это вообще, не знаете, как это происходит? Это происходит так, что ты когда просыпаешься, у тебя одна мысль только в голове возникает, и поскольку твой мозг, твое сознание привыкло расщеплять мысли до энергии, то есть попадает мысль, в каждой мысли это как капсула, вот как атом, и есть разум, который не привык расщеплять ничего, ну, как разжевывать, ну, растворять, и поэтому это хаотичный разум такой, знаете, он ничего не улавливает, через сла ума называется, они распоясаны, и ничего не происходит, но ум животворящего духа, ум Сына Божьего, он имеет такое свойство расщеплять, поэтому, когда ты расщепляешь какую-то мысль, у тебя сразу образуется энергия, реально, это физические вещи, энергии приходящие, следующая фаза, они делают человеку состояние, ну, это как вот, мы помните, учили, вкушаешь, и потом облекаешься, то есть вкушение и одежда, состояние, это взаимосвязанный процесс, и когда твой разум, это такие челюсти, которые просто мысль какая-то попадает, она ее хватит, вот так вот, и сразу разжевал, разжевал, и энергия пошла, и как ты заснешь потом, все, то есть все, ты проснулся, одна, я когда вот, знаете, ночью, не знаю, я думаю, может кому-то это понадобится, это нормально вообще, и бороться с этим не надо, на самом деле все это, я раньше боролся с этим, даже многие вещи здесь рассказывал, я говорил, представляете, я говорю там, прямо прошу, до сих пор у меня такое бывает, отец, не трогай меня ночью, пожалуйста, просто, я даже молиться не буду, чтобы мозги отключались и спали, и теперь, знаете, вот как дошла такая тема, что на самом деле бороться надо не с этим, отвергнуть надо всякое нежелание жить в этом, потому что на самом деле отец ничего плохого тебе не сделает, ни мне, ни тебе, что происходит, он приучает нас жить животворящим духом, Христом, вот это и есть жить Христом, когда ты его вкушаешь, когда ты в него облекаешься, просто вот эти состояния животворящего духа, они разные бывают, вот, что я вообще про это говорить начну, я к тому, что, помните, когда год назад мы заявляли, что будет год небесной цивилизации, и я говорил, что будет даже какой-то курс небесной цивилизации, я сначала хотел это сделать как курс, а потом сказал, что мы это сделаем как проект, на год, и этот год, он бомбически, потрясно, с многими откровениями, которые исходили от престола, прямо от отца, прямо в отце, и через отца, и можешь оглянуться на год назад и увидеть, как ты вообще расширился, как ты размножился, как ты просто углубился, как ты научился быть всем для всего, да, то есть наполнять собой, может кто-то больше, кто-то меньше, это не какая-то оценка, это просто познание, и нормально, когда люди находятся на разном уровне познания, вот, это не дает им какой-то ценник, лейбл, еще что-то, это просто в любом уровне познания ты являешься сыном Божьим, полноценным, стопроцентным, однозначно, и это даже не обсуждается, и я к тому говорю, что сильно этот год повлиял, мы помните, говорили, что на этом курсе сможет учиться только тот, кто реально осознал себя духом, кто понимает мир сына Божьего, кто умеет делать перемещение в духе, вот мы даже такой, как показатель делали, то есть тот, для чего это было, чтобы темы, которые будут озвучиваться, чтобы они не приводили в смятение, то есть когда я буду говорить, как в порядке вещей, что я в духе куда-то сходил, что-то увидел и произвел, чтобы те люди, которые в небесной цивилизации, они не падали в обморок и говорили, что он несет, ай-яй-яй, вот, и тем не менее, за этот год сотни и тысячи людей стали спокойно относиться к этим вещам, получили колоссальный опыт, да, то есть перемещение в духе, там, высвобождение каких-то энергий, там, потока, света, звука, там, знаете, это вау, и самое главное, друзья, что, что самое главное, что мы, друзья мои, мы еще научились видеть, как нам жить вне систем, не просто даже вне каких-то официальных там общин или еще что-то, а мы стали видеть небесное, небесный подход к этим вещам, мы увидели, что мы являемся, вот, как мы сейчас говорим, один сын в количестве там небесной цивилизации, да, и много-много других вещей, которые позволяют наслаждаться, жить в свободе, жить в силе, скажу, что однозначно даже употребление, использование силы, помазание, славы Божьей, оно умножилось, потому что, привет Алма-Ата, потому что это видно по количеству внешне происходящих явлений славы, что мы уже, знаете, те многие свидетельства, которые мы вначале прям подхватывали, где-то их искали, мы не успеваем их, не то, что мы стали к ним небрежно относиться, нам важно каждое свидетельство, каждое. Я не утерплю, я еще раз скажу за это, послушайте меня, друзья, знаете, почему свидетельство важно каждое? Вот смотрите, свидетельство, это как пророчество, оно не должно быть уничижено. Например, когда, если вот передо мной сидит сын Божий, который в познании, не в таком, как я, я говорю, да это вообще ты не сын Божий, и вы бы мне сказали, что ты такое говоришь, он такой же, как и ты, просто ему еще не открыто, и были бы правы. Точно так со свидетельствами. Я говорю, ну это такое свидетельство, оно маленькое. И, друзья мои, слава Божья, она не, как написано, не мерой Бог дает Духа. Дух Святой и свидетельство, слава Божья, оно не измеряется ни в чем. Маленькое чудо, такое же, как и большое, это такое же полноценное явление славы Божьей. И слава Божья, она не измеряется ни в сантиметрах, ни в количестве, ни в килограммах, ни в чем. Поэтому, точно так, как нельзя уничижать брата немощного, да, то есть, который является сыном Божьим, но просто чего-то не знает. Точно так нельзя уничижать ни свидетельства, ни пророчества, ни откровения. И мы это не делаем, мы не будем этого делать. Даже если мы и делаем это вдруг, мы должны осознавать это и не делать больше. Поэтому, ну, конечно, знаете, как наша жизнь, она такая штука, что заносит иногда, всех может занести куда-то или еще что-то, но всегда есть время познать Господа на всех путях. Даже если путь оказался неправильным, познай и все, и двигайся нормально. Вот такие дела. И представьте, друзья, следующий год. Привет, Южный Урал, привет, Алмата. Следующий год, это год для тех сынов Божьих. Это просто звездный час. Реально. Вы увидите, что мир в 2022 году, я, знаете, не то, что это говорю, как там, вот я вангую там или пророчествую. Я, знаете, не тот служитель, который будет предсказывать, что будет в январе, а что будет в феврале. Рассказывать, что будет это, или президента какого-то изберут. Ну, если отец мне скажет, я и это скажу. Но самое главное, что я хочу сказать, что все будет в мире в этом ухудшаться. Будет... Ухудшаться. Да, вот такое пророчество. Но в отличие от многих пророков, которые пророчествуют беды, я пророчествую славу. В мире все будет ухудшаться. Но именно это является, как я уже говорил, звездным часом для сынов Божьих. Мир сейчас будет потрясен и уже потрясается. От чего? От смертей. От страха грядущих к бедствию. Реально смерть, она просто держит в страхе сейчас миллиарды людей. Там корона, не корона, хватает всяких причин там для смерти. И люди настолько боятся этого, что даже перестают, устают бояться. Наступает следующая стадия человеческого состояния, который устал бояться смерти, полное безразличие к собственной судьбе. Вообще по барабану, что называется, абсолютно. Это хуже всего. Потому что человек не может бояться вечно. И у него впадает он в такую отпатию. Уныние. Библия это слово называет уныние. Люди будут сначала в смятении, потом в страхе, а потом в унынии. Полные отключки эмоциональные от всего происходящего. Они даже будут искать смерти. Думать, да лучше быстрее вообще помереть, что это за жизнь. Кого она пророчествовала. Но это не все. Говорил и говорю вам. Святые. Это наш звездный час. В следующем году я все больше, отец мне повелевает учить сынов божьих и самому учиться, как подвигать декорации проходящего мира. И это будет сегодня одна из тем вот этого всего откровения. Сегодня будет у нас. Я буду говорить сегодня, буду погружать вас в откровения. Многие ощутят себя источниками, реальными источниками. Не, ну ладно, не буду забегать вперед. И мы, конечно, будем весь 22-й год погружать вас, мы будем погружаться в откровение нетления. Это не будет касаться только лишь того, что мы там болеть не будем. То есть болезнь или ее отсутствие, это не является никаким вообще проявлением нетления. Но мы еще за это поговорим. И нетление – это источник жизни. Реально, это источник. Это мощное вообще откровение. Это течение духа жизни. И вы увидите, как чудесным образом это откровение повлияет снова на тысячи людей. Точно так, как мы говорили за созерцание целый год, и многие получили свои глаза. Точно так, как мы говорили за небесную цивилизацию. И многие познали себя, как сыны, и стали открываться. Познали владычество. И это все произошло. Это не, друзья мои, не подлежит никакому вообще сомнению. Посмотрите. Я думаю, что если один год мы говорили о созерцании, и многие прозрели, второй год мы говорили о небесной цивилизации, мы ее позиционировали. Мы не просто говорили о ней. Мы позиционировали, почитали себя. И это проявилось. И продолжает, и будет продолжать проявляться. То как вы думаете, когда мы начнем погружаться в тему нетления? Нетление проявится? Это просто... Поэтому, друзья мои, я призываю вас всех. Пожалуйста, берите людей. Пока еще вот у нас есть полтора месяца, до начала 22-го года. Погружайте их в курсы. Еще будет конец ноября, декабрь. Еще какая-то часть января. Пока вы отоспитесь после Нового года, кто-то может учиться на созерцательном курсе. Но уже в январе мы стартанем. Даже более скажу вам. Услышьте меня сейчас все. Да, спасибо за вашу любовь. Мы тоже вас любим. Более того, скажу, что 22-й год, именно откровение нетления, оно начнется не с Нового года, а раньше. Услышьте это объявление. 24-го, 25-го и 26-го декабря мы проведем онлайн-торжество, онлайн-уединение касаемо темы нетления. Эти пятницы, по-моему, суббота и воскресенье, если я не ошибаюсь, да? Ну-ка посмотри быстренько, или нет? 24-го, 25-го и 26-го. Все правильно. 24-го, 25-го и 26-го декабря у нас будет телеуединение, или как правильно сказать, телеторжество. Это будет, вот как мы проводим наше уединение, торжество. Три дня. Пятницу вечером мы начинаем. В субботу мы делаем три блока. Это будет выглядеть так. Вы можете собраться группами, можете смотреть по домам. Но мне бы хотелось, чтобы все вы пригласили на это мероприятие, пригласили своих друзей. Кому требуется исцеление, кому требуется новая жизнь, кто устал, кто в депрессии. Всем. И в том числе, не только у кого проблемы, а в том числе и тех, у кого радость. Потому что радость наша, она бескрайняя, она безгранична. Она будет умножаться, расширяться, углубляться и увеличиваться. Но эти три дня и воскресенье будет один блог. Все как на уединении. Вот мы с Олечкой мы будем проводить этот праздник. И я буду все три дня прокачивать и погружать и прокачивать тему нетления. Это будет наш вход в 2022 год, как год нетления. Потому что, конечно, в новогоднюю ночь я не смогу говорить, прокачивать о нетлении. Хотя, сейчас я еще за это скажу отдельно. Вау, друзья, какая радость вообще. Халилюя. Просто дай Богу славу там, где ты находишься. Скажи, халилюя. И вот в эти три дня я буду проводить онлайн уединение и прокачивать тему нетления. И каждый блок мы будем очень сильно и мощно высвобождать силу Святого Духа, силу знамений и чудес. Я уверен, их будет много. Просто свидетельств будет колоссальное множество. И это будут свидетельства совершенно другого качества. Это будут просто реальные чудеса. Я знаю, что наши ходатай, они уже находятся в тех днях. они перемещаются туда созерцательно в духе. И уже все, 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 кто будут нуждаться находятся в их опеке. Это здорово. И, конечно, я специально решил это сделать не в январе, а в декабре. Это будет наш вход. Это будет такой портал трехдневный. Я прошу всех абсолютно, друзья мои, не то. ну, как Крусей чуть не сказал. Ну, как хотите. Это, эти три дня, друзья мои, это не будет просто три дня, где мы будем на нужды, за нужды молиться. Нет. Я хочу сказать, что все, кто понимает, что нам нужно войти в эту, в это откровение, а не тление, в эту эру не тление. Потому что написано последний враг истребится смерть. И мы должны делать вот такие подвижки, такие пророческие вещи, связанные с нашим познанием. Потому что вы меня знаете, я считаю, что мы все нетленные и славные. Но есть познание, без которого ничего не бывает. Благодать, оно умножается через познание. И вот в эти три дня мы будем просто буквально делать этот портал трехдневный, чтобы мы все просто, вот как, знаете, эти образы, исход сделали. просто исход, исход в познании, из эры тления, в которой мы считали, что мы живем. Осознанно в эру не тление. Таким образом, я просто, мы будем провозглашать, что последний враг, смерть, он истреблен. Еще раз говорю, что это не связано с тем, что Иисус чего-то там не доделал. Это связано с познанием. Потому что что бы ни было сделано, если ты не познал этого, оно у тебя не работает. Ты как бы не видишь этого. Даже если оно и работает, ты не видишь этого. Поэтому вот так, друзья. Ну, а в новогоднюю ночь, в новогоднюю ночь, мы будем праздновать все вместе. Мы еще сегодня это затронем, где мы и как мы будем праздновать. Мы уже давали объявления. Но самая классная новость, что мы будем праздновать коллективно и будем праздновать всю ночь в прямом эфире. Друзья, это бомба вообще. Представляете, что мы примерно по московскому времени включимся где-то 8-9 вечера и начнем праздновать. Мы отпразднуем Сибирский Новый Год в 10 вечера по Москве, потом отметим Московский Новый Год в 12 по Москве и отмечать будем Европейский Новый Год в час в 2 ночи. Это будет классно. Друзья, континент наш. Аллилуйя. И у нас будет несколько команд прославления, у нас будет там программа, у нас будет отличное место для этого дела. Мы будем отмечать, что мы конкретно в нет лении, мы в него вошли в познание и Новый Год это для нас будет вечеринка счастливых богов. Она так и будет называться вечеринка счастливых богов. Халлилуйя. В прошлом году мы отмечали вечеринку счастливых духов, но духи разные бывают, теперь-то мы понимаем, да, мы теперь за этот год небесной цивилизации мы познали, прочувствовали многие, что мы не просто духи, а мы сыны, мы боги. Ой, конечно, кто-то скажет, что якоришина унесло, но поздно, его уже давно унесло, халлилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Поэтому, если у вас есть такая возможность, и самое главное, есть такое желание, вы можете физически находиться с нами, места еще есть, они, правда, ограничены, поэтому не откладывайте, как говорится, в долгий ящик, а готовьтесь уже, решайте свои вопросы, и это будет на самом деле очень классно, и мы планируем не просто одну новогоднюю ночь, и первого числа мы соберемся, не знаю, насчет эфира, как оно будет, может быть, это будет какое-то короткое включение, чтобы всех поздравить уже в наступившем году. Я хочу еще... Разберемся. Друзья, я еще хочу, вот смотрю, пишу запись нового года, присоединяйтесь онлайн, я понимаю, что если вы там на работе или еще что-то, но Новый год, новогодняя ночь, она будет в трансляции почти всю ночь, вы сможете хотя бы какой-то кусок поучаствовать, а запись, конечно, будет, и скажу еще, друзья, те, кто из вас, светильники, кто будет праздновать каким-то большим количеством, большим составом, может, вы соберетесь, там вас будет 30-50 человек, дайте нам об этом знать, возможно, мы сделаем включение прямо от вас, прямое включение в наш праздник, мы посмотрим, как вы там празднуете, может быть, включимся на минут 10-15, для этого, если что-то надо технически, мы вам подскажем, как это сделать, но это будет здорово. Да, и вы сможете поздравить всю небесную цивилизацию онлайн, но за это нужно нам сказать заранее, потому что мы в эти дни будем готовить программу, чтобы это было понятно, четко, откуда вы. Ну, примерно так делайте, если вы собрались, вас там, например, 30-50 человек, у вас там прославление, вы можете, прямо мы включим вас, вы там споете, прославите, покажетесь, поздравите нас, но для всех остальных у нас будет на сцене экран, где будет идти чат с ютуба, то есть, ваши поздравления, они, как вот строчка за строчкой, будут прямо в прямом эфире видны, это тоже здорово. Вот так, друзья, этот проект мы будем развивать, потому что Новый год и все даты надо праздновать с семьей, надо праздновать с небесной цивилизацией, и вот это и есть образ мира сего проходит, в образе мира мы смотрели непонятно кого вообще, по телеку, потому что смотреть было больше нечего, а сейчас мы будем каждый Новый год делать вот эти вещи. Друзья, все детали пишите нам, мы скажем и в каком городе мы празднуем, и как это все, как туда попасть, уже объявления по чатам есть, просто всем скажу, общайтесь с нами в чатах, я знаю, что многие не любят это делать, но это иногда надо зайти туда хотя бы раз в неделю, полистать, посмотреть, чем мы живем, вот, и пишите нам, мы вас ориентируем, как попасть к нам и в эфир, и как попасть к нам и физически, и всем очень рады. Вот такие у нас планы, поэтому, курсы, друзья мои, записывайте всех просто безбашенно туда, мы очень заинтересованы поднять поколение созерцателей, поколение сынов, не просто поколение временно, а, поняли, да, и точно, что мы прошли, мы прошли курс один и стали видеть, мы прошли курс второй, стали уметь оперировать, прошли курс третий, стали уметь владычествовать с престола, да, и учимся, и продолжаем, стали небесной цивилизацией, им тоже это надо, но в 2022 году нам все, все оружие это понадобится для того, чтобы двигаться в познании, я когда думаю, что будет в 2023 году, мне аж страшно становится, вы станете просто нетленными монстрами в 2022, аллилуйя, хорошо, так, я вообще вам советую, друзья, вот последнее, что скажу за Новый год, я вам советую, один раз в году, может быть, первый раз за всю жизнь, выкиньте просто из всех планов, все свои работы, смены, поменяйтесь, увольтесь, что хотите, празднуйте с нами вообще, просто надо взять эти два дня, 31, первого числа, Олечка сказала, трансляции не будет, будет трансляция, она не, да, ну, я вот мыслю так, что мы первого числа вечером, отоспимся до обеда, и вечером снова выйдем в эфир, он будет не целый вечер, но какой-то час, обязательно мы снова с вами встретимся, мы сделаем полноценный праздник, опять сделаем хвалу, опять сделаем послание, опять молитву, и 100% отец даст кучу подарков, кому-то придут деньги, кто-то получит исцеление, кто-то получит помазание, вот реально переживет, и наш отец, он, любое то, что мы почитаем праздником, он радуется и празднует вместе с нами, он далек от этих религиозных каких-то заморочек, что Новый год не тогда, тогда, что Рождество не тогда, не тогда, Рождество это я, Рождество это ты, Новый год это ты, ну и любой праздник, это то, как мы говорили за время, время это ты, когда пришел, тогда и время, а не тогда, когда какая-нибудь труба просвистит, или кто-то там на часы покажет, ты время, ты праздник, ты суббота, халилюя, все, итак, друзья, я хочу немножечко сказать, сегодня, нетленные монстры, халилюя, вам понравилось, положи сейчас на себя руку, и просто скажи это, расширение, дух животворящий, расширяет мою внутренность, и течет, я прямо сейчас чувствую аромат масла, поднялся такой, скажи, дух животворящий, дух животворящий, течет, тяжелая слава, сейчас прямо сквозь тебя, течет тяжелая слава, прямо сейчас, через тебя, я уже вижу, начались исцеления, легкие исцеляются сейчас, отец, я благодарю бронхи, исцеляются, все, что связано с дыхательной системой, сейчас происходит очищение, у кого легкие не на полную открывались, вдохните сейчас, и ощутите как, ощутите как, легкие стали открываться сильно, больше чем раньше, больше объем воздуха заходит, помазание сейчас, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя за твою тяжелую славу, отец, это просто праздник духа, это просто город праздничных собраний, это небесный Иерусалим здесь и сейчас, почувствуй сейчас помазание, расширение внутри, халлилуйя, 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 расширение сейчас, тесни просто слава Божья внутренность, и течет, 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 халлилуйя, 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 отец, спасибо, спасибо, еще хочется чуть-чуть, повысвобождаться, друзья мои, просто сейчас отключись от всего, почувствуй, как течет помазание, просто оно сейчас мощным таким потоком, течет, из внутренности, как воды, которые соделались маслом, я снова чувствую этот небесный парфюм, помазание, я сейчас просто высвобождаю мощное помазание, на исцеление костей, суставов, все у кого что-то есть вопросы с суставами, костями, проверьте прямо сейчас, уже двинулось помазание и боль ушла, мы даже это не обсуждаем, потому что это легко, вот оно, вот оно, давай, вставай, посмотри, как сейчас изменилась вообще твоя опорно-двигательная система, боли поуходили с локтей, с бедер, с коленей, с щиколотки, помазание твое отец, поднимает сейчас, паралич уходит, халилюя, кости торжествуют, кости торжествуют сейчас, суставы торжествуют, прямо радость пришла в кости, странное выражение, но радость пришла в кости, возрадовались кости сокрушенные, возрадовались, помазанием умастились, халилюя, 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 отец целитель, отец пребывающий во мне, он творит дела, просто декорации болезни подвигаются, декорации болезни уходят, в моем мире нет болезней, в моем мире нет никаких слез, в моем мире нет никакой смерти, мир мой даю вам, халилюя, отец, я благодарю тебя, что здесь нет никакой болезни, есть вечное нетленное семя, из которого мы рождены, отец, я благодарю тебя, радость приходит в кости, все, что сокрушено в организме, вдруг ты знал, что это есть сокрушение какое-то, разрушение, туда приходит радость, и радуется тело вместе с духом, прямо сейчас, я сейчас вижу, как какой-то человек вскочил с дивана, потому что почувствовал радость, начал ходить, и боль как бы раз-раз-раз, и оставила тело, просто стряхнулась, если это ты, если у тебя это происходит, можешь сразу писать нам, мы хотим знать, что происходит у вас, друзья мои, торжество, халилюя, отец, я благодарю тебя, вот кто-то пишет, дышать легко, радость пришла в кости, халилюя, еще-еще, друзья, давайте еще, помазание, 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 радуются кости сокрушенные, все органы, которые ты почитал разрушенными, начни почитать их, халилюя, начни почитать их целостными и невредимыми, мощная вибрация по всему телу, халилюя, помазание, 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 халилюя, колени не болят, все суставы новые, слава отцу, сердце горит, из левого колена ушла боль, еще, боль суставов ушла, помазание, помазание, все, у кого больные были, суставы, кости, подвижность ограничена, вставайте сейчас ваше время, просто встань и начни ходить, туда-сюда, 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 ты увидишь, как у тебя ушло это, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, тепло по всем костям, халилюя, слава, 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 еще, тяжелая слава, явление духа сейчас, кто-то прыгает от радости в костях, халилюя, самое лучшее, что можно сделать, халилюя, тяжелая слава, суставы пальцев рук, будто смазали, да, подвижность, ограничение в подвижности, уходит сейчас, это и выглядит так, как смазанные кости, ткани, суставы, я имею в виду, кости, уточняются, они как будто напитываются этим небесным маслом, болела, температура, легко дышу, круговые движения тела, боль ушла с тела, голова, голове холод, дышать легко стало, были хрипы при вдохе, в бронхах, боль в суставах ушла, халилюя, 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 да, просто верой, послушайте мой голос, вставайте, про бронхи мое, дышу, без кашля, как чудесно, халилюя, друзья, идет исцеление, исцеляйтесь, просто вставайте и ходите, исцеляйтесь, проверяйте легкие, все происходит легко, колени радуются, халилюя, все радуется, халилюя, отец, слава, слава, помазание твое, главное сейчас чувствуй, просто как тяжелое помазание, оно курсирует, плавает, движется в твоем теле, ушло давление в груди, халилюя, еще, 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 я вижу, как сейчас происходит исцеление, сейчас исцеление движется таким образом, прыгаю с легкостью, боль в суставах ушла, халилюя, сейчас исцеление происходит таким образом, как уточнение костей, вот радуются кости от этого тука, от помазания, бронхи и легкие продолжают исцеляться, там как огонь сходит туда, огонь просто очищающий, огонь, 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 бронхи и легкие, дыхание, халилюя, а когда ты чувствуешь, как в теле пошло помазание, такое, как тяжесть масляная такая, вставай и ходи, все, ты когда будешь ходить, оно будет отваливаться, все эти боли, хрусты, сейчас увидел, с позвоночника сзади, вот этот, как нижняя часть, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, также я вижу, огонь в почке сходит, огонь в почке сходит, почки исцеляются, халилюя, почки исцеляются, огонь, 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 давление черепное ушло, что там, в бронхах, в бронхах сердце стучит, халилюя, тазобедренные суставы радуются, халилюя, отец, я благодарю, благодарю тебя, благодарю тебя, я еще чувствую, это идет, течение такое, поражены были легкие, и печень, ковид, легкость в груди, боль ушла из печени, и желудка, халилюя, иначе и быть не может, на кого-то смех напал, чувствую огонь в легких, бронхит сильный, мучил несколько ночей, не спал их, спите спокойно, теперь не будет никакого бронхита, халилюя, отец, я благодарю тебя, но еще несколько мгновений, друзья, и двинемся дальше, давайте, плечо перестало болеть, голова не болит, халилюя, еще, 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 помазание, твой отец, явление духа и силы, неизбежно, прикосновение и исцеление, нетление движется в теле сейчас, не прекращайте, пожалуйста, я не прекращу, друзья мои, сколько вы видите меня перед собой, слышите мой голос, столько есть секунд и возможности исцелиться, потому что вы должны знать о себе, но я сегодня это говорю о себе, для того, чтобы ты понял, кто ты, ты воскресенье и жизнь, везде, где ты приходишь, происходит исцеление, происходит восстановление, все оживает, все цветет, именно в такой позиции, я держу себя, ахалилюя, вы уже на высоте моей вибрации, тело без пятна и порога, так, нет, не так, ну, конечно, работает, оно не может не работать, отец, я благодарю тебя, поднимите руки, друзья, просто скажите, дух животворящий движется во мне могущественно, кому-то легче приседать стало, полное исцеление, мы не хотим никаких исцелений на 20%, нам нужно полное нетление и слава, нам даже исцеление не нужно, нам нужно проявление нетления, исцеление или не исцеление, это земная реальность, у нас нетление, слава, наше тело не просто здоровое, оно славное, халилюя, елей у кого-то с рук выходит, и это только начало, друзья мои, елей, из рук, с олба, по спине, золото, драгоценные камни, зубы растут, халилюя, там кто-то писал недавно свидетельство, что зубы расти начали, там 40 лет человеку, зуб начал расти, отец, я благодарю тебя, еще, еще, приседайте, все, у кого там началось, как вы думаете, исцеление, чуть-чуть легче стало, это полное исцеление, легкие исцеляются, бронхи исцеляются, почки, я хочу слышать, у кого почки перестали болеть, потому что я видел, как почки избавились от песка, перестали болеть, песок вышел просто, вышел из почки, халилюя, помазание можно ли посылать, нужно, конечно, посылайте помазание, вы можете все делать, транслируйте, больше месяца болел сустав правого плеча, после тюмени стало легче, сейчас, что там, большая подвижность появилась, и полное исцеление, халилюя, еще помазание, отец, благодарю тебя, что оно течет непрерывно, еще, и еще, и еще, если ты увидел, что у тебя произошло исцеление, обязательно пиши, отец, я благодарю тебя, это у меня вышел песок из почек, у вас перестали болеть почки, халилюя, как вы поняли, что вышел песок, или вы увидели это воочию, это вообще круто, но бывает так, что когда камень, или песок выходит, это можно увидеть при том, как вы в туалет идете, они, бывает, камень даже стукнет по унитазу, если он большой, извините за подробности, но это, исцеление, это мощно, у кого почки болели, тот знает, отец, я благодарю тебя, друзья, еще исцеление продолжается, я сейчас чувствую, это помазание, оно исцеляющее, оно сильное, боли в почках нет, спасибо, спасибо, что засвидетельствовали, аллилуйя, почки болеть перестали, еще кто-то пишет, вышел песок, чувствую, аллилуйя, аминь, полностью согнул, что, согнулся сустав правого колена, аллилуйя, еще исцеление, еще, еще, помазание, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, славлю тебя, за явление твоего духа и силы, за твое помазание, я сейчас почувствовал, как по-женски у кого-то исцеляется, по-женски, матка, яичники, все, что связано с дезатородной функцией, сошел огонь прямо вниз живота, кто переживает этот огонь или движение внутри живота, также, свидетельствуйте, почки перестали болеть, уже несколько дней выходит песок, виделся нах, аллилуйя, горит темечко, дух молится языках, на языках, в пятки кость перестала болеть, аллилуйя, отец, я благодарю тебя, друзья, это не закончится никогда, вы представьте, что будет на нашем трехлетворении, трехдневном онлайн уединении, торжестве, на нашем теле торжестве, трехдневном, что будет, я вам скажу, что будет, три дня будет поток исцеления чудес, представьте, это сейчас эфир, мне по сути, это надо двигаться дальше, что будет на трехдневном нашем торжестве, торжество нетления, отец, я тебя благодарю тебя, благодарю тебя, сейчас вниз живота, высвобождаю помазание, сначала молитвы, внизу живота, органы шевелились, амэн, принимайте новые органы, новые яичники, новые зубы, сильно болела стопа правой ноги, после тюмени боль прошла совсем, пишите в чат, что было, халилюя, золотинку нашла, на паласе, поищите еще, если много золотинок найдете, делитесь с родными и близкими, халилюя, халилюя, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, прямо сейчас, высвобождаю, еще, еще, помазание, отец, спасибо тебе, спасибо тебе, огонь внизу живота, сначала была сильная боль, да, исцеляется сейчас внизу живота, вся детородная система, халилюя, друзья, если у вас нету, зубов не хватает, принимайте просто рост зубов, но прямо сейчас поймите, что в ваших деснах, зарождается, самым обычным способом, это регенерация, которая заложена в теле, изначально, это не просто зуб с неба, это зуб, который рождает ваше славное тело, без проблем, услышьте эту мысль, и примите это чудо, кто-то пишет, у меня растет зуб, но мне 58 лет, вот это оно, скажи, независимо от возраста, у меня растет зуб, у меня растут зубы, если у тебя все зубы, то тебе не надо это говорить, а то вырастет третий ряд, будешь всех нас гусать, аллилуйя, аллилуйя, переворот мышления, еще раз я провозглашаю это, твое тело само, как написано, земля сама производит, колос, злак и так далее, твое тело точно как земля, оно в состоянии производить, все нужные растения в организме, как написано, все, что не отец насадил, искоренится, но все, что насадил, не искоренится вовек, халлилуйя, если у кого-то сейчас, в эфире появятся зубы, новые, они могут вырасти, медленно, могут быстро, что царство божье, оно приходит, как приметным образом, так и неприметным, это легко, с болями поднялись опущенные органы, халлилуйя, халлилуйя, отец, я благодарю тебя, друзья, я не молюсь за золотые зубы, я хочу, чтобы появлялись нормальные белые зубы, вот такие, и выравниваются зубы, сейчас у кого неровные зубы, выравниваются, отец, я благодарю тебя, что образ века сего, с его неровными зубами, и отсутствующими зубами, он проходит, и сейчас является мой мир, где у всех белые ровные зубы, халлилуйя, три дня была температура до 38, сейчас 36,6, халлилуйя, это халлилуйя, халлилуйя, я вообще не собирался сейчас молиться, что за дело вообще, халлилуйя, друзья, и еще, еще я высвобождаю помазание, буквально пару минут, и мы двинемся дальше, потому что у нас еще сегодня, еще одна молитва будет, чтобы ты был как источник, чувствую мятный вкус, почки исцелились, огонь сошел на ладошки, приложила на женский орган, начало происходить движение, исцеление внутри, спасибо тебе, отец, огонь внизу живота, халлилуйя, 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 те, кто там за зубы сильно пережил, просто сядьте, скажи, зубы растите, только не надо умничать, просто скажи, зубы на место, растите, тело регенерирует, зубы, халлилуйя, халлилуйя, спасибо, спасибо, отец, а что ты смеешься, а друзья, надо нам распаковать этот пакет по-нормальному, с зубами, что это кормить этот вавилон, тысячу долларов тратить, чтобы зубы себе вставить, это же удовольствие очень дорогое, очень дорогое, я знаю, чтобы нормально зубы все сделать, вот полноценно, это 10 тысяч долларов, надо вот это, просто, я вот зубы не лечил, наверное, лет 15 уже, наверное, все хорошенькие, вот, свои все, что называете, на руках и илей, огонь внизу живота, аминь, отец, я благодарю тебя, я еще хоть и чувствую помазание, но сейчас будем двигаться дальше, друзья, три дня болел не с живота, сейчас перестал болеть, спасибо, папа за исцеление, ой, что творится, друзья, это всего лишь один эфир, вы видите, что происходит, волосы белые, зубы пушистые, совершенно верно, зубы красивенькие, белоснежненькие, растите, так, аминь, аминь, отец, я благодарю тебя, за твои многочисленные чудеса, отец, они не могут не происходить, потому же, ты такой отец, явление духа, это драгоценность, животворящий дух оживляет, и исцеляет все вокруг, аллилуйя, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя, я еще, еще, высвобождаю помазание в тела, в эти славные тела, питаемые силой, святого духа, самим христом, самим духом, животворящим, полюби свое тело, просто скажи, мое тело славное, целый день болел шейный отдел, поворачивала вправо голову, постреливала, сейчас все отлично, легкость в теле, еще свидетельство, какая Олечка красивенькая, новые зубы, полностью так, аминь, халлилуйя, отец, спасибо, 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 миллион раз, благодарю тебя, благодарю тебя, теплое движение в области матхи, спасибо, друзья, все, кто переживает явление духа и силы в теле, малейшее какое-то движение в теле, тепло, электричество, тяжесть, движение какое-то, это явление духа, ради которого мы, в принципе, вообще все это делаем, а исцеление, которое следом происходит, прилагается как факт, мы ищем царство, царство это не тление, мы ищем познание царства, не тление, Павел говорит, явление духа и силы, это оно, нам это надо, а исцеление, оно прилагается к этому явлению, вот почему я делаю такую ставку на чувствование, чувствую, болели кости черепа, плечи, грудная клетка, и сразу боль ушла, вау, прям вот так боль ушла со всего тела, видите, друзья, просто явление духа, и тело оживает, оно хочет быть сыном, точно так, как и ты, на равных, кости хотят радоваться, скажи, мои кости хотят радоваться, я сейчас увидел, онкологию в груди, хочу сказать, ткани груди, они хотят радоваться, прям скажу прямым текстом, грудь, она хочет радоваться, она не хочет болеть, да возрадуется сейчас, каждая клетка твоего тела, халилюя, отец, я благодарю тебя, что радуется все тело, радуется сейчас все тело, если ты знаешь, что у тебя какая-то есть опухоль, или киста, или онкология в груди, сейчас явление духа и силы, просто там происходит, можешь почувствовать, как ткани, там где это находится, наливается просто жизнью, радость приходит прямо в тело, радость приходит прямо в тело, радость приходит, торжество приходит, голова болела два дня, вся боль ушла, халилюя, положите руку туда, где болит, кому я сейчас сказал про онкологию, положите руку туда, где есть вопрос, свидетельства продолжаются, и почувствуйте это явление духа сейчас, не думайте за исцеление, просто почувствуйте явление духа сейчас, помазание течет через вашу руку прямо туда, Отец, я благодарю тебя, благодарю тебя за дух животворящий, который является и славит тело, сына Божьего, являя его как славное этому миру, как знамение лучше и выше которого для них не будет, восстание тела в славе, киста в груди ушла, кто-то пишет, вау, кто-то болел всей семьей ковидом, во время записи просмотра, начали молиться все, лучше на утро, все поисцелялись, я так понял, киста в груди ушла, кто-то написал, Галина, напишите, вы это провозглашаете, либо это у вас, вы почувствовали, что ее не стало, это важно знать нам, чтобы люди, которые сейчас смотрят нас в эфире, они знали, что это происходит физически, халилюя, ощущение движения внизу живота, аминь, аминь, это сейчас происходит, друзья, если вы почувствовали, что киста ушла, под вашими пальцами ее не стало, это чудесное свидетельство, и это происходит, посмотрите внимательно, еще несколько кист сейчас ушло, это точно, о боже, еще раз, явление духа животворящего, прямо там, где кисты, где онкология, где опухоли, где метастазы, животворящего духа явления, просто вытесняет образ этого мира, я благодарю тебя, отец, благодарю тебя, благодарю, халилюя, почувствовал огонь в груди, халилюя, принимаю исцеление, хорошо, слава отцу, благодарю тебя, благодарю, благодарю, продолжается этот огонь в груди, продолжается это, да, если, сходите на УЗИ, обязательно проверьте, так, стало легко, все живы, чувствуем себя прекрасно, это от ковида, люди исцелились, аллилуйя, друзья, ну, необычайная легкость в теле, ощущение невесомости, друзья, находитесь с нами в эфире до конца, потому что, получать исцеление, это круто, но то, что я буду сегодня высвобождать, а ты, поможет тебе обнаружить внутри себя, те вещи, которые сделают тебя, ну, или как, откроют тебе себя, как вот это древо жизни, как источник, и это намного, спасибо, Галина, все, я понял, мы ждем вашего свидетельства, с медицинским подтверждением, и будем радоваться все вместе за нас, так что оставайтесь до конца с нами, еще несколько мгновений, мы расскажем вам за Тюмень сейчас, и я дам тему, и в конце я буду молиться, чтобы открылся источник, чтобы ты почувствовал его, чтобы ты увидел этот источник, это одно из важнейших, вообще, видео, в уходящем году, простые вещи, но очень сильные, я прыгала и приседала, колени, суставы, судя по всему, все хорошо, хорошо, друзья мои, оставайтесь с нами, никто не уходите, мы вам хотим сказать, какая слава Божья нас ждала в Тюмени, кое из каких свидетельств уже тут, которых мы еще не слышали, здесь уже писали, но есть еще те, которые мы не слышали, Юля, латынцева, ты здесь вообще, где ты, напиши нам что-нибудь, прямо сейчас, я хочу, сейчас просто, включить, к нам сюда, администратора, организатора нашего, организатора нашего уединения, вот она, привет, привет, вот это, Юлечка, Юля, ты можешь повернуть телефон, чтобы мы одинаково были, ага, вот так, вот так лучше, как твое настроение, после Тюменского уединения, огонь? Я, как и у всех, кто присутствовал на этом уединении, я так предполагаю, потому что, до сих пор пишут, и, ну, все счастливы просто, от того, что, какие изменения в разуме людей произошли, конечно, я, сама пребываю в этом, в одежде, не знаю, куда смотреть, мне так неудобно, вот так хорошо, ты вот так смотри, нам всем удобно, ну, а что тебе неудобно, ты потерпишь, ну, это понятно, да, ну, не знаю, это ведь не точно, мы так рады тебя видеть, уже, если честно, даже соскучились, вот, думаю, может, снова вы в Тюмень приехали, да, да, приезжайте, мы же вас рады видеть, вы же знаете, вот, вообще, расскажи нам, вот смотри, Юлечка, расскажи нам, знаешь, свой вот взгляд вообще, как все прошло, может, ты какие-то тебе врезали свидетельства, вот, я знаю, что были свидетельства еще на стадии подготовки, там, вот, чуть-чуть так сжато, динамично расскажи, что просто люди, наши драгоценные послушали. Я, кстати, на уединение просила, дар краткоречия, я буду, значит, краткой, да, вообще, на самом деле, происходило все сказочно, я даже не знаю, как это могу объяснить, но я уже свидетельствовала кому-то, да, о том, что это уединение, это, оно было прям по откровению, когда я еще была в Питере, да, там мне прямо зачесалось все внутри, что нужно вас пригласить, я пригласила, вы спросили, Тюмень, где это, ну, в общем, для вас это было непонятно, вот, ну, и потом все началось, да, это на посвидетельство немножко о своей жизни, чтобы, ну, людям было понятно вообще, когда я приехала в Питер, в Тюмень, в Питер на уединение, у меня вообще не было даже средств, на дорогу, мне купила билеты сестра, за гостиницу рассчитывалась кредиткой, но Андрей высвобождал там такие крутущие вещи, он говорит, вот сейчас я высвобождаю поток, в который вы должны войти, короче, я вошла в этот поток, в моей жизни вообще начало меняться все, от финансов до исцеления, следующее мое, я буду кратко, следующее мое свидетельство, оно будет такое, по исцелению, потому что в какой-то период времени мои ноги стали отказывать, и я просто не могла ходить, я лежала как-то в таком паническом состоянии, в таком состоянии не хочется никого не слышать, не видеть, и слава богу, мама, я лежала у нее на коленках, и говорила о том, что если я не смогу ходить, вы просто меня усыпите, сейчас это смешно, да, но тот фрагмент, мне казалось, это самое верное решение, и в этот фрагмент я увидела отца, я увидела отца, и он, ну, и такая, думаю, взревновала, что это я тут решила усыпляться, надо, короче, действовать, и он мне порекомендовал, по его рекомендации, я поехала на уединение в Краснодар, ребята, которые там были, ну, конечно же, я по чуть-чуть начала шоркать, вот, но ребята, которые, с которыми мы были на уединении в Краснодаре, они знают, что я реально шоркала, шоркала потихоньку, и говорю, отец, я не поняла, значит, а где исцеление мое, первый день ничего, второй день ничего, в третий день, меня так сразило током, и Андрей, значит, говоришь, да, сейчас ткутся новые суставы, я прям реально поняла, что это про меня, и я прям начала чувствовать, как у меня внутри колени ткутся новые суставы, они как будто бы из микроэлементов, из частиц каких-то там начали, у меня делаться новые, ну, после этого, естественно, мы не удержались, и пригласили вас в Тюмень, вот, а сами поехали, а сами поехали в Новороссийск, я еще не очень осознавала о своем исцелении, но молодой человек, который с нами был, они надо мной начали приказываться, что я из машины, лоп, выскочу, и побегу, они говорят, о, забегал, о, забегал, и я поняла, что у меня что-то реально произошло, такое бомбическое, ну, потому что для меня люди, которые не ходят, меня поймут, люди, которые ходят, не очень им понятно, да, вот, и реально, и потом, потом смотрю, хожу, хожу, и 1 июня я прошла, ну, у нас 30-го все закончилось, и 1 июня мы по набережной в Анапе шли, я прошла 21 километр, и у меня даже усталости не было, я просто шла и шла, знаете, такое было ощущение, как будто я боюсь остановиться, в общем, с того фрагмента я бегаю, в общем, бегаю так, сами видели, бегаю вообще прекрасно, боли в суставах, коленях, вообще нет никаких, и это самое удивительное, и важное исцеление в моей жизни, то, что да, 21 километр, 21 километр, да, 21 километр, вот, здоровыми ногами, здоровыми ногами, не каждый столько пройдет, ну, вот мы, я боялась, я туда, обратно, в общем, это было уникально, значит, у тебя уже ноги не просто здоровые, а славные, потому что здоровые столько не ходят, хе-хе-хе, хе-хе, ну, аллилуйя, вот, ну, и все, ну, а потом что, раз она обещала, она приглашала вас в Тюмень, ну, думаю, отец натворила короче дело, от счастья, исцеление, думаю, что делать, я в Тюменье одна, в принципе, никого тут, ну, ни с кем не общаюсь, думаю, ну, все, залезли мы в Новороссийские горы, и начали с отцом сочинять, какое же это у нас будет уединение, и вообще, что же делать, ну, Оле написали, она, значит, там сказала, что нужно, что необходимо, и отец говорит, ну, давай будем звонить, звоню, а вот этот отель, где мы были, звоню в него, он мне показывает его, я говорю, отец, он же дорогой, но не каждый же потянет, а он говорит, будем менять мышление, наше сыно, я говорю, это точно отец, ну, и все, и, значит, по большому счету, я позвонила, и мне не отказали в этом отеле, я думаю, окей, я Ольге написала, что все, место есть, в общем, давайте, ну, она мне там список накидывает, я говорю, отец, и это что, я все одна должна делать, кого же мне, ну, конечно же, сестрички из Тубольска, мы сразу же с ними договорились молиться, и мы каждый день начали молиться, в 9 часов вечера, об этом уединении, чтобы нам было, чтобы было понимание, вообще, кто должен быть, как приглашать людей, потому что, в принципе, мы втроем, и больше вообще никого нет, абсолютно, я вообще никого не знала, ни в Тюмени, никак, и в какой-то один прекрасный момент, смотрю, люди начали регистрироваться, мы два месяца молились, все тут уже, а подготовка уже ишла, никого еще нет, мы втроем, но отель уже забронирован на 120 человек, все уже мы с отцом это сделали, он уже показал, как это все должно быть, вот из меня перебил, друзья, вот представьте, человек, ну, не знал никого, то есть один в городе, но захотел, чтобы мы приехали, это она сейчас забронировала отель на 120 человек, я со своей стороны скажу, я Оле, когда мы решили туда ехать, я говорю, а сколько там зал, на сколько людей, она говорит, на 120, я говорю, значит, 150 влезет, регистрируйте, и то есть какие-то сверхзадачи даже такие поставили, и как вы думаете, сколько нас было, сколько нас было? Нас было 147, а, то есть троих все-таки не дали, ну, мы берем, хорошо, без персонал, потому что они все присутствовали практически, и все все слушали, и их накрывало славу. Персонал, директор, директор этого, да, санатория, и персонал, они плакали, они все слышали, представляете, это вообще. Директор вообще пел наши песни и танцевал вместе с нами на третий день, смею заметить, вот. И Вера так, отец меня просто укреплял вот в этом, в том, что я делаю правильно все, потому что я родила за свою землю очень сильно, мне хотелось, чтобы здесь происходили такие же чудеса, потому что про Тюмень, как правило, никто не знает, в нее что-то никто не ходит, не знаю я, но я, по крайней мере, никуда не попадала, может быть, в этом и есть вся прелесть, Тюмень сдала и ковисанных, наверное. Амэн! Ну, процентов. Ну, и все как-то так сложилось, отец начал показывать, как должно быть, что вообще транслировать, потом я говорю, слушай, пап, и в какой-то момент отец стал папой, вот вы знаете, всегда отец, отец, и потом как-то смотрю, и я поняла, что я называю папой-папой, утром просыпаюсь по пулечке, вечером засыпаюсь, засыпаю с папой, и я поняла, что у меня там, короче, папа организовал в моей голове престол, он туда воссел, и, короче, рулить такой, что нужно сделать, я это приняла с такой радостью, и все у нас потекло, как по маслу, люди, сначала первые 10 человек, я так радовалась, да мы вместе с папой радовались, и танцевали, 50, 60, 80, а отель принимает 80 человек, 50 человек, гоп, смотрю, у нас уже на второй отель надо регистрировать, и потом Ольга пишет, ну давай 150 человек, говорю, папа, ну представь там, задача нам с тобой, 150 человек, он говорит, 150, хорошо, 147, мне папа сказал, 147, ну вот так как-то, а еще он мне сказал, что ты можешь звать кого хочешь, но будут те, кого я избрал, и на самом деле так и происходило, менялись люди, менялись фамилии, еще там что-то, то есть, и реально это были те, кому нужно было быть, потому что каждый получил то, за чем приходил, вот 100%, люди сейчас пишут, и благодарности, и много-много всего там пишут, есть одно свидетельство, я знаю, что эта девушка о нем, ну не расскажет, буквально, когда мы там дали кое-какое другое объявление уже, да, по поводу Тюмени, вот, а она мне, значит, звонит, мне рассказывает о том, что она приехала домой, у нее муж неверующий, вот это важное свидетельство, у нее муж неверующий, и он говорит, с тобой что? Ты такая, ты такая, ты нереальная, ты такая другая, короче, ты где была, я поеду с тобой, в общем, они едут вместе, понимаете, я считаю, что вот это и есть сила евангелизации, когда ты своим светом озаряешь настолько, что люди, которые тебя окружают, они хотят быть там, где бываешь ты, то есть делать то, что делаешь ты, ну, по здоровью там, по каким-то моментам, очищения там, я не знаю, души, то есть очень много сокрушений было, повара, ну, я же уже рассказывала, повара там, после второго дня, я ходила, когда говорили, ну, на что, на обед, на ужин там, на следующий день, они, я, конечно, так скажу, они курили там стояли, но они плакали, сокрушались от того, что они пережили отца, и они говорили, давай, когда все это все закончится, ты к нам приедешь, все нам расскажешь, короче, мы хотим вашу тусовку, это так круто, в общем, я считаю, что все, что задумано было отцом, оно свершилось, оно случилось, все, что отец хотел, ну, раздарить, раздать, это все, ну, каждый свое получил, вот сто процентов. Мне, знаешь, понравилось, что кроме персонала, еще на уединение, какие-то люди пришли, вообще не из небесной цивилизации, то есть, первый раз, который вообще, как мы их раньше назвали, неверующий. Не верующий, да, таких, кстати, много было, ну, если сравнивать вот так вот, с количеством, на других уединениях, где мы были, и прям такое, нормальное количество для Тюмени. Ну, я лично увидел человек 10, это железно было, из 150 человек 10, которые вообще, друзья, представляете, пришли в первый раз, в такое собрание, то есть, я не знаю, они там не ходили, ни в какие-то такие собрания, может, там, в православную церковь, или куда, пришли, и самое удивительное в этом все, вот послушайте, что такое небесная цивилизация, удивительно, что я три дня проповедовал, в зале не было, по глазам не увидел ни одного неверующего, то есть, когда они сказали, что они первый раз вообще пришли в собрание, я смотрел на них, думаю, вы первый раз, то есть, на них было помазание, такое, как и на всех, без всякого различия, знаете, как мы привыкли, там, верующие, неверующие, это собрание, оно имело такой характер, что неверующих там просто не было, и эти так называемые неверующие и танцевали с нами, и там, помню, женщина пришла в какого-то северного там округа какого-то, такая, ну, внешность, чуть-чуть такие глазки, да, Зоя, Зоенька, да, и она говорит, что, когда молитва была, такой огонь прямо внутрь нее сошел, она, что он чуть ли не пища отнашел, говорит, ой, огонь, огонь, и потом мне говорят, она первый раз здесь, я думаю, вау, это просто, это вообще-то как бонус мой, подарок был, что столько людей, которые первый раз, они пришли к нам, это бомба просто была. Ну, мы же, когда люди регистрировались, очень много, я, я практически с каждым человеком вообще поговорила, то есть, ну, они задавали вопросы, что это за мероприятие, как это будет проходить, отец как-то меня наделил таким даром ободрения, я обадривала кучу-кучу людей, особенно, когда это случилась, история с пандемией, с этой, тут с закрытием, с локдауном, я прям реально говорю, папа, ну, это же, это же твое торжество, все должно работать, он говорит, нет, сын должен торжествовать, а все вокруг должно молчать, и это так вообще классно было, я не знаю, короче, я кайфую до сих пор, у меня внутри вот этот огонь, огонь счастья, ликование того, что случилось, когда мы потом, после уединения, встречались с тюменским даром, я посмотрела, это столько прекрасных сынов, которые где-то скрывались по Тюмени, там были спрятаны, припрятаны, и тут они все открылись, и сейчас, наверное, в Тюмени, что-то будет происходить гораздо мощнее, я не знаю, что тут будет, но даже то, как мы молились за землю, за нашу, как все волшебно менялось, как ветерочек утихал, как падали снежинки, в общем, папочка нам так все это устроил, волшебно, он какую-то явил нам, из сказки сделал быль, что ли, я не знаю даже, как это называть, но люди реально до сих пор пишут, очень много восторгов, и то, что они, как вошли в какое-то благоволение отца, вот через это уединение, через это торжество, конечно, погружение было классное. А что тебе, вот какие свидетельства тебе запомнились больше всего? Которые произошли на уединении прямо? Ну, Зоя, вот которая палочку у нас оставила, да, которая лежала, потом она себе вязала платье из листьев, да, потом хотела сапожки себе из листьев там сделать, и в итоге на уединении, на второй день, да, она отставила палку, это же прикол, это Зоя, короче, она же теперь, она же говорит, я такая красивая, я же царь, ну, воцарение произошло вообще на полную катушку, я же царь, и она ходит, и она рассказывает новым людям, и эти новые люди придут в воскресенье на светильник, потому что она являет вот это царство, она всем говорит, я на престоле, я царь, я не царь. Это представьте, друзья, как женщина, вот это, что сейчас в чатах там ее репостили, она была парализована, стала подниматься, когда смотрела курс созерцательной жизни, и приехала на уединение с палочкой, с твердым решением, что она ее оставит там. И знаете, мы еще до того, как начали там молиться за нее, или что-то делать, я в последний день вышел на первый ряд, чтобы служить, она стояла рядом, и она меня зовет сама, и говорит, смотрите, я ноги поднимаю без палочки, я так не могла делать, и марширует, у нас где-то видео сейчас ходит там, то есть представьте, что она стала, ну, сама, и вышла, танцевала с нами там, и на следующий день уже на встречу тюменского дара пришла, я проводил встречу, и она пришла без палочки, это вообще бомба просто, ой, огонь, огонь, что отец делает вообще, а я ее, когда увидел с этой палочкой, я написал нашим ходатайям, я говорю, я вижу тут женщина есть с палочкой, и так прям написал, же мало, говорю, делайте, что хотите, мне нужна эта женщина, чтобы сегодня она без палочки была, и уже я вышел на третий день на служение, она сама засвидетельствовала, что оставила палочку, халлуйя, а что еще тебе запомнило? Андрей, ну, исцеление, это, конечно, круто, вот, то, что там у людей происходили, исцеление 100%, но самые крутые свидетельства, это о том, что у людей что-то поменялось в разуме, вот, то, что, как вот сейчас рассказываю, да, там, что вот это вот, не хочу никого обидеть, вот это вот какое-то неправильное восприятие христианства, да, то, что сыны, в чем должны сыны быть, нищенство, что ли, какого-то, вот прям, ну, так говорят прям люди, что вот пришло это осознание того, что сын должен жить по-другому, что сыну вообще все принадлежит, и что все к его ногам, то есть вот эта атмосфера, которую мы с папой создали, да, она прям реально помогла людям, вот в это вступить, что ли, наступить, я не знаю, как-то вовлечься в этот поток финансовых, каких-то чудес, ну, они еще не все конца осознают, идет сейчас распаковочка такая конкретная, но вот постепенно просто понимаешь о том, что люди начали по-другому мыслить, они прям об этом пишут, и говорят там, я даже никогда так не думал, это же действительно так, да, сын должен жить вот так вот, я царь, вот таких вот очень много, и прямо сейчас о всех свидетельствах вот так вот сильно даже, и это можно занять, я уже говорю, это наше, наверное, уединение, можно написать книгу, двухтомник уже, сначала как мы его готовили, а потом книга-свидетельств, да, ну, мы же вам там подарили блокнотик, в котором люди записывали очень много своих каких-то вещей, я думаю, что можно будет его пофотографировать и повыкладывать, вот, но на самом деле люди, конечно, счастливы, земля, она... Хорошая, кстати, хорошая идея была, мы на других уединениях так не делали, то есть Юля взяла блокнот, специально такой перекидной, как бы, да, и желающие писали свидетельства, я ещё их не вычитал до конца, потому что у нас тут переезды, перелёты, но эта идея, там полблокнота, свидетельствами списана, кстати, вот на будущее, кто делает уединение, делайте такое, чтобы люди писали свои свидетельства, как мы вначале говорили, нету, маленьких нету, больших есть, все Божьи проявления славы. Да, и кстати, для тех, кто готовит уединение, в последующем, вот перед вашим лицом главный зачинщик, главный организатор всех уединений, поэтому её номер телефона у нас есть, поэтому всё, что непонятно, любые нюансы, мелочи, всё, можете у неё консультироваться, она с этой задачей справилась просто. Ну, на сегодняшний день, это не для того, чтобы там есть кто-то лучше, а кто-то худший, но на сегодняшний день, это Минское уединение, по своей организации, было наилучшим, самое вообще безупречное, даже сказать нечего просто. Это объективно. Мы не все безупречные, но это было просто вообще. То, что, знаете, как доставляет великое наслаждение, то есть, она сама говорит, я хотела, чтобы вы кайфанули, и сделала всё вот так. А главное, что она хотела, это для своей тюменской земли. Если бы вы слышали, как она о своей земле отзывается, как она любит, как она реально её почитает самым лучшим местом на земле. Без самой. Да, вот кто-то пишет, что физически увидела, как реально на меня лился поток, был похож на тёплый мёд. Это когда вы, Андрей, молились за каждого. Я так понял, это тоже тюмень. Вот. Поэтому, Юля, какие планы вообще на тюмень? Какие планы у нас на тюмень? Ну, что-нибудь сотворим в тюмень интересного. Я слышал, вы Новый год праздновать собираете? Да, мы будем праздновать Новый год в тюмень. Уже идёт запись. Идёт уже запись, и практически уже очень мало места осталось на самом деле. Поэтому все, кто хочет, но ещё, конечно, не все сделали оплаты, но на самом деле место ограничено, прямо очень-очень ограничено осталось. То есть, друзья, вот видите, Юля записывает на новогоднее празднование в Тюмени. И только мы дали объявление, что мы там будем праздновать. Вчера. Вчера. И уже стремительно заполнилась практически вся аудитория. Аудитория. Но пока ещё человек не оплатил за себя, за свою гостиницу, считается, что он только сделал предварительное намерение. Выразил. Поэтому быстренько, друзья, особенно я призываю, пусть спросят от меня сёстры, братья, я всех просто призываю, бери свою жену и бегом к нам в Тюмень. Мы будем, видите, я говорю, к нам в Тюмень. Аллилуйя, нам же это нравится. Нет, жить я к вам точно не приеду. Я согласен. Поэтому я всё лучшее детям оставляю. Я сам видел те места, которые не настолько хороши, как в Тюмени. Вот так. Аллилуйя. Поэтому мы всех приглашаем. Ещё раз, это будет два дня, тридцать первого и первого. Только второго утром нас, если смогут, выселят из этого места. Представьте, два дня и две ночи. Это просто фантастика. Небесная цивилизация. Те 150 человек, которые будут этими счастливчиками, вы реальные счастливчики. Это просто. И мы с радостью разделим с вами этот праздник. Сегодня даже вот звонила сестричка с Гавайи, Виктория. И она, мы там есть планировали уже, маржрут, помогла ей там. Представьте, на Новый год с Гавайев прилетит наша сестра. Сибирь. Ирика, мы тебя ждём с радостью. Просто. Ну, это так круто. Просто я понимаю, насколько им, вообще, большая вам благодарность, конечно, потому что наша земля, она прославилась, она, ну, погрузилась в величайшую славу отца. Это настолько для меня важно. вообще для всех, для нас, для тюменцев, вот, все, кто были, я думаю, ребята со мной согласятся. Для нас это очень важно, потому что такая слава сейчас. Тюмень, во всех чатах, это так, ну, прикольно. раньше никто ж не знал, и все думали, что здесь медведей и радио. На самом деле, это кручущий город. Я только так и не понял, Тюмень, это он или она. Вы же поняли, что это они. Тюмень нету, ни мужского, ни женского рода. Тюмень, это он сын божий, да? Да. Я понял. Юля, спасибо тебе за включение. вы драгоценные. Вот, я верю, что мы скоро увидимся, не верю, а знаю, что мы скоро увидимся, всего лишь тут ерунда осталась. Вот, мы приедем, приедем, видимо, чуть-чуть пораньше. Вот, поэтому, до встречи и скажи ребятам из Тюмени, всех, кто нас и сейчас слышит, может кто-то не слышит, мы по-прежнему рады читать ваши свидетельства после уединения. Это чудо. Кстати, у нас продолжаются свидетельства из Владивостока, там такие классные вещи вообще из других уединений. Вот, но Тюмень была последней, поэтому мы ждем. Вот, тебе пишут комплименты, ты красоточка, видишь? Ты уже даже с эфира не хочешь выходить, наверное, уже. Я не знаю. Круто ты, круто ты попала на ТиВ, короче. Ну, процент. Хорошо, Юлечка, чтобы я тут случайно что-нибудь не выключил, я тебя попрошу, ты сама выйди сейчас из эфира и можешь подключиться на общем основании, как бы там. Все, спасибо, рада тебе тебя видеть. Друзья, и мы снова продолжаем наше общение. Видите, как, вообще, как чудесно. Я хочу, чтобы вот после каждого уединения, вот кто их организовывает, проводит, вот выходил в эфир и делился. Это реально чудо. Скажу вам, друзья, напомню, что со следующего года, уже вот с этого 24 декабря, когда у нас будет онлайн, три дня, это уже будет не уединение. Мы наше уединение будем называть торжество. Почему? Потому что уединение это то, что надо для того, чтобы уединиться. Но судя по тому, знаете, сам отец нам дает новых людей. Представляете, когда на уединение так называемое приходят люди первый раз, просто вот как раньше мы приводили на покаяние неверующих, когда они приходят на три дня. Как вы думаете, это изменило их жизнь? Даже не сомневайтесь. Повара, мы подружились там с директором, я уже повторюсь, но они все там, кто прослезился, кто-то подходил. Ко мне директор этот подошел, говорит, ну как вы? Я говорю, да я в порядке вообще. Знаете, как задружились, отношения, вот мы сейчас Новый год будем праздновать. Вот поэтому это торжество. Торжество это свадебное мероприятие, это свадьба, это реально, когда идет единение, демонстрация единения. Кого? Тех, кто в статусе невесты, с теми, кто в статусе сына. Все является, как сын Божий, являющийся сердцем отца. И это любовь, это сила, это потрясающие трансляции, это мощно. Так что, Тюмень, мы еще приедем очень скоро. Вы вообще, честно говоря, безунчики, потому что мы с такой разницей во времени еще ни в один город не приезжали. Так что, мы приехали, а через полтора месяца снова. по-моему, еще не было такого, Поэтому мы очень-очень рады. Итак, друзья, я сейчас постараюсь просто очень-очень быстро открыть вам вещи, связанные с тем, чтобы увидеть источник внутри себя, увидеть себя как источник. Потом мы еще совершим одну молитву и примем причастие. Поэтому, если у тебя еще нет причастия, ты можешь быстренько сбегать и сделать его. Вот, Олечка уже сейчас пошла его быстренько делать, и ты тоже можешь Аллилуйя. Наталья Потапова, она спешит сообщить, что в Самаре тоже под большим запретом торжествовали недели раньше. И мы знаем, что там было уединение первенцев, как они его назвали. Поехала туда наши из молодежи представители белорусского дара и другие люди там были. И тоже было круто. Самара, вы молодцы, мы вами гордимся. Друзья, делайте уединение у себя на местах, делайте эти мощные встречи, давайте их называть торжеством. есть пророчество, что мы будем городом праздничных собраний. Праздничное собрание это уже не уединение, это торжество. Нам нужны были уединения, чтобы сыны общались между собой, поднялись, но это уже произошло. Сыны открываются, процесс идет и теперь мы будем торжествовать, торжествовать, торжествовать. Будут новые люди на уединении. Все больше и больше. Относитесь к встречам вот таким. Кто-то еще до сих пор исцеление переживает, слава отцу общей. относитесь к этим трехдневным уединениям, как мы их раньше называли, как торжеству, как свадьбе. И готовиться к ним надо, соответственно, как свадьбе. Вот ты назначаешь это дело, у тебя должно быть все лучшее. Должна быть классная музыка, музыканты, люди приходить, знаете, как у нас один брат в Тюмени пришел в бабочке, прямо в пиджаке, там, в рубашке. Я ему говорю, а ты так нарядился, он говорит, так сказали, что это торжество, я и пришел. Я прям амотократ был, думаю, ну вот, знаете, как отношения буквальные, и делайте это на местах, делайте это как свадьбу, все самое лучшее. Вот как если бы ты сына женил сам, каким бы было это мероприятие? Явно бы это не было там лампочка Ильича, какая-то, знаете, странная обстановка, было бы все самое лучшее, все самое классное. Постоянно, когда ты, если ты админ, и ты сам едешь на торжество, спроси себя, я бы на свадьбу тоже так делал, и спроси себя, я бы на, я бы свадьбу своего сына тоже так организовал, если ты админ, и делай все, как для своего сына. Вот тогда будет у нас вообще огонь. и если кто-то будет говорить, так это деньги, друзья мои, мы вообще не отталкиваемся от денег. Реально, мы не должны отталкиваться от денег, небесная цивилизация. Включайте веру, реально, веру сына, я сказал, и так будет. Аллилуйя. Итак, источник. Вау, отец, я благодарю тебя, благодарю тебя. Просто подними со мной руки, сейчас скажи, отец, я благодарю тебя за то, что я источник живой воды. Живые воды текут из моего чрева. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не питаюсь от источника этого мира. Я питаю этот мир. Аллилуйя. Спасибо, отец. Амин. Америка ждёт торжество. Америка, шевелитесь там, потому что мы скоро приедем. Друзья мои, в своей жизни я решил быть источником. Отец мне дал это откровение несколько лет назад и сказал мне, хочешь быть свободен, будь источником. почитай себя источником. Потому что с тех пор, как он это сказал, никакую организацию, никакого человека, никакое учение, никакие деньги я не считаю источником для себя. услышьте меня. Ничего из этого мира я не почитаю источником своего жизнеобеспечения. я встал на путь почитания себя источником. И поэтому единственное моё желание только высвобождать ресурсы, помазание, свободу, наслаждение, удовлетворение, удовольствие и ничего. То есть никакой человек, я держу такую позицию, что никакой человек не может быть для меня источником. Что это означает? Источник – это я. Скажи, источник – это я. И давать, друзья мои, мы знаем это выражение, давать лучше, чем получать. Когда ты находишься в позиции получающего, ты не находишься в позиции источника. Это проблема. То есть как только ты становишься в позицию получающего, ты не можешь быть одновременно источником и одновременно потребителем. Нет. Когда ты являешься источником, ты не стоишь в позиции получателя. Именно тогда ты свободен от всех. Потому что ты не свободен от того, от кого ты пробуешь или надеешься что-то получить. если ты пытаешься получить что-то от человека, ты не можешь сказать, что ты свободен от человека. Если ты пытаешься что-то получить от организации, ты не можешь, ты зависим от организации. Если ты пытаешься получить что-то от политика, ты не можешь сказать, что ты свободен от политики. Нет. Если ты пытаешься что-то получить и надеешься что-то получить от правительства, ты не свободен от правительства. И когда я общался с отцом, когда я хотел двигаться в свободе, я думал, боже, реально я отвечал себе правду, я сказал, отец, я завишу от миллиона вещей, я завишу от случая, я завишу от времени, я завишу от государства, в котором я живу, от земли, я завишу от моей церкви, я завишу от всего, вообще от всего завязанности, от того, что я женат, от того, что у меня есть дети. Получается, я как бы от всего этого, я имею намерение что-то получать. От детей послушание и удовольствие, например. От жены тоже какие-то вещи, уважение, ещё что-то. И когда я этого не получаю, у меня возникает внутри какое-то чувство неправильно, оно у меня как будто несвобода какая-то. Это вызывает определённую зависимость от вещей, ситуаций, которым нет конца. Я увидел такое видение, что каждый человек, он в принципе выглядит как пленник из-за этого. Но пленник каким образом? Вы когда-нибудь видели в фильме, когда человека связывают, и от него несколько конвоиров держат его за верёвки в разные стороны. То есть побежит он влево, потянет тот, кто справа. Побежит вперёд, потянет тот, кто назад. И вот эти, как будто он окружён этими потребностями, что-то получать от кого-то. И если ему не дают что-то, ну вот как я ощущал, что если мне не дают ожидаемого, то я не чувствую себя достаточно счастливым. Это было несколько лет назад, и отец мне сказал, почитай себя источником. Только это. Ты не можешь вот сказать, я свободен от всех и ожидать что-то получать. Я тогда у него, естественно, спросил, так а как мне тогда получать? Мы в этом мире и живём для того, чтобы наслаждаться. Естественно, что всё-то не оправдывает наши ожидания, мы огорчаемся. И он сказал, источник – это ты. И показал мне ипостась Сына Божьего. Я ещё сейчас расскажу за эту ипостась. При этом, друзья мои, услышьте меня. Даже когда ты организуешь, например, бизнес, организуешь служение, организуешь как-то свой быт с тем, чтобы это служение или бизнес питало тебя, это как амбар богача. Ты хочешь создать что-то такое, чтобы питало тебя, чтобы доставляло тебе прибыток, удовольствие. И в этом, может быть, нет ничего плохого. Но в этом случае ты начинаешь полагаться, то есть в каком-то смысле питаться от созданного тобой мероприятия. И если оно рушится и не получается, ты огорчаешься. Соответственно, можешь сделать вывод, что это ты пытался создавать источник для себя, в то время как источником являешься ты. Сейчас я буду объяснять. Я говорю, хорошо, отец, мне ничего не создавать для себя. Он говорит, не создавай ничего для себя. Потому что многие будут создавать что-то для себя из того, что даёшь им ты. Услышьте, многие, и это нормально, будут создавать что-то для себя, что даёшь им ты. Ты будешь обогащать людей, ты будешь благословлять их большими служениями. Я говорю, как это бывает? Он говорит, посмотри на моего сына. Я посмотрел на Иисуса, который сказал, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют её. Я подумал, классно, Иисус создал церковь. И тут отец мне говорит, Иисус не создавал церковь в привычном для вас понимании. Он это поручил делать своим ученикам. Апостолы, пасторы, всевозможные служители, которые делали это с фартуком земным, создавали, и были счастливы в этом. Были счастливы быть пастырями, были счастливы быть апостолами. И были счастливы быть служителями. Всем им это счастье дал Сын Божий. И поэтому сам Иисус не пастырил никакую церковь, он не создавал никаких общин. Это было уже после того, как он, как человек, стал существовать на более высоких вибрациях, частотах, ну то есть перестал быть видимым. И отец, вот знаете, друзья, я вам просто открываю ещё одну веху своего служения, ещё одну веху своего призвания. Отец мне сказал, что будь тем, будь той личностью, призвание которой, это не иметь призвания. Вот в известном церковном смысле не имей никакого призвания. Не нужно тебе быть, развиваться в позиции пастыря. То есть у тебя есть своя толпа, овец. Тебе не нужно быть в позиции епископа, там сеть в церкве или ещё что-то. Говорит, найдутся люди, которые сделают это с удовольствием. Это их вообще тема, это смысл их жизни. И это неплохо. Но, говорит, ты не будь в этом. И поэтому моё теперешнее служение, оно направлено на то, чтобы обогатить других. Чтобы они стали пастырями, кто хочет. Там епископами, такими, знаете, движками. Это неплохо. Но, например, это не моё. Я вам сейчас это рассказываю для того, чтобы вы поняли, как двигаюсь я в этом откровении. Но есть люди, которые хотят создать бизнес, например. Они создают бизнес для чего? Чтобы бизнес стал их определённой кормушкой. Это неплохо. Но это, если честно, это не подход источника. Потому что подсознательное стремление — это создать что-то, что даст тебе какую-то гарантию, что ты завтра не будешь голодный. И это очень-очень такая ловушка определённая для души. Теперь смотрите. Сын Божий, Его ипостась. Одна из Его ипостасей, видимых таких, которые мы знаем, написана. «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человеку». То есть высота подразумевает давать дары человеку. Если ты хочешь получить служение, именно служение в каком смысле? То есть в каком-то общецерковном принятом смысле, что если ты хочешь воплотить своё призвание через вот такие вещи, как даже пастырство традиционное, собрать толпу и что-то им говорит. По сути дела говоря, то, что мы видели в этих системах, это то, что вдруг мы обнаруживаем, что пастыр, он каким-то образом сам заинтересован в этих овцах, потому что знает, что это его стадо, он там стрижёт и так далее. То есть мы это знаем. Почему? Потому что они попались в ловушку. Им говорили на их уровне, им говорили, что вы служите, Господь тебя обеспечит. И они смотрели на служение, как на метод обеспечения. И я как бы не осуждаю этих пастырей, потому что мы сами в каких-то вещах прошли, мы были тоже в этих вещах. И в этом нет свободы. Это можно делать, но в этом нет свободы. Апостол Павел, он говорит, виноградник, он прежде всего виноградарь вкушает плода. Пастырем вкушают от овец первым. Ну то есть это его, естественно, что он питается от стада. Это не является чем-то преступным, это не является чем-то плохим. Но это является искушением, большим искушением начинать смотреть на стадо как на источник, на бизнес как на источник. Что нужно делать? Одна из ипостасей – дал дары человеку. То есть я не хочу, знаете, как иметь дар исцеления. Вот моя позиция сейчас такая. Я не хочу иметь дар исцеления, дар пророчества. Мне это не надо. Я хочу раздавать эти дары. Поэтому я так часто молюсь за наделение. И наделение – это Божья тема. Кто-то даже стал смеяться над этим. Какое наделение мы всё имеем? Но апостол Павел говорит Тимофею, говорит, в тебе есть дар через моё рукоположение. Определённо отец сделал всё таким образом, что наделение возможно. Не потому что тебе что-то там не дано, а потому что то, что дано, открывается через чьё-то рукоположение, как мы его называем, наделение. То есть вдруг после того, как за тебя помолились, ты обнаружил в себе это. Можно и без этого обнаружить. Нет проблем. Но служение, связанное с наделением, оно ещё долго будет востребовано. Поверьте мне. Итак, раздавать. Одна из ипостасей. Раздавать всё. Раздавать дары. Раздавать помазание. Раздавать силу. Раздавать исцеление. Раздавать всё, что только можно раздавать. И второе – это наполнять. Написано, что он на этой высоте, чтобы наполнить собою всё. Итак, если ты понял свою высоту, ты должен понять эти две вещи. Что твоя ипостась. Твоя ипостась – это раздавать и наполнять собою всё. Меня, например, не сильно интересует устройство церкви и структур. Вообще не интересует. У нас есть такие дары, такие светильники, которые полностью самостоятельно двигаются. И, как я уже говорил на деснице, что мы такие дары будем просто высвобождаться в самостоятельное плавание. То есть не вижу никакого смысла опекать их. И меня интересует наполнение того, что есть у меня, как у Сына Божьего. Наполнение этим всего вокруг, всего моего пространства. Всего, как написано, что увидят в глаза твои. И, конечно же, из-за того, что я буду это делать и делаю, многие люди получают своё служение. Они схватили то, что есть у меня. Ну, в хорошем смысле схватили, взяли и начали двигаться, начали развивать свои уделы, свои части. Это здорово. Теперь смотрите. Страх нехватки. Постоянно человек пытается обзавестись чем-то своим, для того, чтобы у него перестала быть нехватка. Он хочет гарантий на будущее, что нехватки не будет. Потребитель, теперь внимание, потребитель, он создаёт запасы. Он знает, что ему нужно потреблять. Ему нужно потреблять, он создаёт запасы. Я вам хочу сказать, друзья, что представьте, что ни одна птица, ни одно животное не боится умереть от голода само по себе. Ни одна птица, ни одно животное не умирает от голода, не умирает от холода само по себе. Ты можешь возразиться, а я тебе скажу, если это и происходит, это происходит из-за нас. Представьте, что и птицы, и все звери, они по сей день живут мышлением рая. Они не стали делать консервы, они не стали, знаете, бояться смерти, собирать манну. Да, есть там белочки всякие, которые запасы делают. Ну, это просто их запас, знаете, они не стараются сделать какие-то амбары, где хватит навсегда. То есть почему-то они знают, что возьми чуть-чуть, будет ещё. У них до сих пор мышление Эдема. Представляете? Только один, одно существо, которое не живёт. Так, это человек. Поэтому тварь стянает, нас написано, ожидая, что до людей дойдёшь, что они сыны Божьи. Чего вы запасаетесь? Чего вы не живёте, как источники? Мы вас ждём здесь, мы все белочки, зайчики, медведики, рысики разные. То есть живём, мы не боимся умереть от голода, мы вас боимся, вас боимся, потому что ни один пожар, ни одна эпидемия не возникает без человека. Никогда. Человек – это причина всех бед вообще для природы. К чему я это говорю, друзья? К тому, что тварь стянает в ожидании откровения нас, сынов Божьих. И Павел, смотрите, он знал, что такое быть источником. Он вот эти вот, что мы читаем, места Писания, «Я вам сказываю, братья, время коротко». И он перечисляет. Имеющие жён должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром синим, как не пользующиеся. Ибо, внимание, проходит образ века сего. Теперь, Павел, как тебя понять, радующиеся, как не радующиеся? Мне что, типа не радоваться или что? А тут ты говоришь в другом месте, радуйтесь, всегда радуйтесь. Павел просто меняет местами, как должно быть. Послушайте, он говорит, не радующиеся, как не радующиеся, потому что проходит образ века сего. Иными словами, просто, я объясняю это место, очень просто, он говорит, вы когда радуетесь, вы должны понимать, что мир проходит, и он не может быть источником вашей радости. Не может быть мир источником вашей радости. То есть, что бы ни происходило, друзья, хорошее, это не значит, что не радуетесь разврату или еще что-то. Он говорит о том, что ваша радость она внутри вас, она не связана с миром. Образ века сего проходит, и поэтому, когда вы радуетесь, вы не радуетесь, как раньше, что что-то перепало вам, какая-то деньга пришла, замуж вышла, и все, вот это и есть причина твоей радости. Поэтому он и говорит, женатый, будь как неженатый. Что это значит? Что в своем супружестве ты должен быть как источник, а не так, как в миру, когда люди женятся, чтобы быть счастливыми. Твое счастье, оно в тебе. Оно не в том, что ты женился. Оно не в том, что ты что-то приобрел или купил. Оно не в том, что ты, ну, как здесь еще написано, покупающий, как не приобретал, пользуясь, а чем-то попользовался, тебе дали попользоваться чем-то. Он говорит, что даже плачущие, не будьте как не плачущие. Это означает, что огорчение, которое несет радость и огорчение, радость и печаль, которую несет с собой мир, оно не должно быть в тебе. Что это означает? Что все, что нужно для наслаждения, все, что нужно для того, чтобы быть счастливым, оно содержится внутри тебя. И когда ты являешься источником, ты смотришь на этот мир и говоришь, «Ваши радости, я от них не завишу». Потому что, в принципе, я не радуюсь от того, что что-то приходит или уходит, от того, что произошли какие-то события. Радость – это то, чем я наделяю мир. Я напитываю мир радостью. Я соль мира. Я свет мира. По сути, я здесь для того, чтобы жизнь у людей стала вкусной. Чтобы жизнь, она стала, ну, как вот соль для чего? Чтобы, ну, дать вкус этому, этой жизни. И образ мира, он такой, друзья, вот написано, проходит образ мира, образ века сего, да, образ мира. Какой этот образ? Мир считает себя, услышьте меня сейчас, мир считает себя на законном основании поставщиком твоих эмоций. Он может тебя огорчить, он может тебя обрадовать, он может тебе дать почувствовать, что ты что-то приобрел, он может дать тебе почувствовать, что ты чем-то попользовался. И он говорит, смотри, попользовался, вот тебе радость, приобрел, вот тебе радость. Значит, но если надо, мы тебя и огорчим. И он настолько вошёл в эту роль, друзья, услышьте меня, что практически люди, смотрите, как мы живём, мы говорим, что Бог наш источник, но все эмоции, которые мы имеем, часто, у меня так раньше было, я даже не понимал этого, они всё равно питаемы извне. И он говорит, тот, кто тебя обрадует, тот тебя может и огорчить. Поэтому мир проходит с его радостями, пользованием и свадьбами и всем остальным. И он говорит, а приходит на смену вот что, ты должен ощутить, что источник — это ты. Потому что мир, зная о себе, что он источник для тебя, он тебе продаёт радость. И он, и отец, он говорит, в Ветхом Завете ещё говорит, то, что ты, за что ты плачешь серебро своё трудовое, оно же тебя не насыщает. Заметь, говорит, приди ко мне, я тебе дам бесплатно. И какая привилегия, друзья, быть источником? Это не какая-то моральная такая установка, что давать, оно благородно. Нет. Ты никогда не сможешь быть источником, пока ты не живёшь Духом Животворящим. Потому что возомнить себя, вот, например, каждый человек возьмёт без этого познания и скажет, ой, я буду только раздавать. И в итоге мы имеем ряд самоправедных святых, которые до нищеты всё раздали, но счастливыми не стали. Раздавать и быть источником — это не метод. Потому что, когда ты раздаёшь миру, ты от него получаешь обратную связь. Вау, кого-то обогатил. И вот и радость. На самом деле это работает не так. Как я уже сказал, источнику ничего ни от кого не надо. Давайте пример. Вот течёт родник. Родник. Этот родник не нуждается ни в чём вокруг. Он просто отдаёт свою воду. Отдаёт свою воду. Если ты в него плюнешь, он даже ухом не поведёт. Он потечёт дальше. То, что ты плюнул, оно смоется. Понимаете, да? Ему не надо помогать. Он ни от кого не зависит. Он не оскорбится ни на что. То есть он отдаёт. И когда ты источник, ты свободен. Тебе нельзя что-то сделать. Тебя нельзя чем-то сильно огорчить. То есть, в принципе, может быть, на малое время всякое бывает. Кто-то огорчился, но это ни о чём. Ты течёшь дальше. Ты наполняешь мир. Как написано, ты вошёл на эту высоту, чтобы наполнить собой. Наполнить тем, что у тебя есть. Ещё раз. Наполнить тем, что у тебя есть. То есть, если ты просто раздаёшь, и у тебя ничего нет, ты просто какой-то раздаватель. Это тоже из вавилонской системы. Я наполняю мир. Я наполняю отношения. Я наполняю свою семью. Понимаете? Я не опустошаю что-то для себя. Я не создаю что-то для себя. Мне это не надо, потому что у меня много всего. И это не просто заключение головы. Это течение духа в тебе. Это источник. Когда ты женился, ты не для себя женился, ты женился, чтобы наполнять жизнь человека. Когда ты создал что-то, ты создал это не для того, чтобы оттуда грести теперь, а чтобы наполнять жизнь людей. Это, друзья, это такая свобода. Это просто бомба. Реально. Точно так, как покупающий, как неприобретающий. Ты понимаешь, что твоё приобретение, оно находится внутри тебя. Сейчас я что-то вам ещё скажу. Второе Коринфянам 6.10. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Радость в твоём распоряжении, когда ты источник, а не потребитель. Потребителю нужны условия и поводы, чтобы радоваться. Мне не нужны ни условия, ни поводы, чтобы радоваться, потому что я источник радости. Мне не нужно, чтобы ты для меня что-то сделал, и я радовался. Нет, ну я радуюсь, когда вы что-то делаете. Но завтра вы можете это не делать, и значит, я огорчусь. А значит, ты для меня источник. Нет, я источник радости. Он говорит, нас огорчают, но... Что там написано? Нас огорчают, а мы всегда радуемся. То есть, что это означает? Ну, кто-то может плевать в наш источник, но мы по-прежнему транслируем. Я источник. Как можно огорчить ручей воды? Ему всё, что надо. Он течёт, он не зависит от тебя. Он течёт не потому, что ты так решил. Он просто течёт. И поэтому в источнике есть свобода. Знаете, я ещё слышал такое выражение классное, что ни одно дерево не ест своих плодов. Ручей не пьёт своей воды. То есть, его задача, по сути, всей природы, она отдавать. Один человек только хочет что-то создать, чтобы оттуда жрать. Это просто жест вообще. Если честно. Когда так задуматься? Один человек только безумно запасается, чтобы жрать. Он создаёт эти какие-то человеческие фермы. То есть, запруды людей, которые будут его кормить, потому что он не верит, что выживет. Ну вот. Ты плюнул в источник, он течёт радостно дальше. Он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Что это означает? Мы умеем обогащать. Одна из функций животворящего духа. Все, кто с тобой связываются, все, кто попадают в поле твоего влияния, обогащаются. Вот это свойство преломления хлеба. Когда он умножается. То есть, всё, что ты берёшь в свои руки, оно умножается. Ты не обогащаешься сам собою. Сейчас я вам ещё скажу, как Иисус мыслил. Просто вы увидите эту мысль, дорогие. Скажи о себе, я источник. Моя сила в том, что у меня природа источник. Не в том, чтобы брать откуда-то и себя ублажать. А я могу создать много чего. Это освобождает меня. Я просто, мой источник, это я, дух животворящий, который обогащает многих. Который не огорчается, а радуется. Живёт в торжестве. Тут написано, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Нам не нужно что-то иметь, чтобы чем-то обладать. Наоборот, поскольку всё наше, нам не нужно что-то иметь, потому что всё наше. Знаете, это не просто какая-то религиозная концепция, где ты можешь сказать, о, мне ничего не надо. Нет, в твоём владении что-то может быть. Но это не источник радости. Это не источник обладания. Задай себе вопрос, если бы ты знал, что в любой момент, когда ты щёлкнешь, любой дом был бы в твоём распоряжении. Например. Старался ли бы ты обзавестись домами, квартирами? Зачем, когда и так всё твоё? Вот примерно это состояние источника. Всё моё, весь мир мой. Зачем мне что-то здесь, на чём-то заморачиваться? И этой уверенности, о которой я сейчас сказал, нам иногда не хватает. Мы всё равно стараемся запастись, что-то создать, чтобы это дало нам будущее. Мы боимся высохнуть. Всё это потому, что нашей жизнью так и не стал дух животворящий. Друзья мои, по факту. Мы по-прежнему пользуемся миром и радуемся. Поэтому мы боимся, что мир у нас что-то заберёт. К чему я такую тему поднимаю? Друзья мои, я часто говорю о разрушении Вавилона. И нам нужно оставить Вавилон ни с чем. Потому что то, чем он нас запугивает, это торговля. Он говорит, если мы тебе не продадим, ты умрёшь. И это на нас срабатывает, потому что мы не можем им сказать, да нам не надо ваша продажа, наша жизнь дух животворящая. Мы создадим всё, что хотим. Мы обеспечим себя, как хотим. И смотрите. Скажу несколько вещей. Ещё и сейчас помолимся. Колоссянам 3, 4. Это, кстати, связано с открытием Сынов Божьих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша?» В другом переводе «наша». «Тогда и вы явитесь с Ним в славе». Кажется, вот это о пришествии Господа. Но здесь написано, когда явится Христос. Когда вы явитесь с Ним в славе? Когда Он станет вашей жизнью. Множество, мы ещё эти места будем разбирать отдельно. Множество мест Писания говорит о том, что ты должен быть зависим от животворящего Духа. Начиная с наслаждений, потому что полнота радости в нём. Начиная с наслаждений, заканчивая такими вещами, даже как пища, обеспечение, одежда. То есть всё должно быть в Духе Животворящем. И явление в славе, вот это открытие Сынов Божьих, друзья. Открытие Сынов Божьих. Мы думаем, когда оно произойдёт, когда Христос явится. Это одно и то же событие, как мы знаем. Сердцевиной которого и является Христос, жизнь ваша. Апостол Павел, когда говорил, что Христос – это жизнь моя, а смерть – приобретение, он не имел в виду, что Христос – это смысл моей жизни в каком-то плане таком, чтобы попасть к Нему, угодить Ему. Нет. Он научился питаться и жить животворящим Духом. И поэтому он являл Христа так сильно. Он говорил, подражайте мне, потому что подражая мне, ты будешь подражать Христу. И явление Христа, явление нас в славе, оно, как я ещё раз сказал, имеет свои сердцевины. Вот этот пункт – Христос – жизнь ваша. То есть источник, когда ты являешься источником, тогда является Сын Божий и открываются Сыны Божьи. Амэн. И это секреты, пришествия и явления. Христос должен стать нашей жизнью. Животворящий Дух. Я говорю, что не просто Личность человека Иисуса, как смысл жизни, как своего рода наш герой, а Дух Животворящий. Дух Животворящий становится нашей жизнью. Мы являемся как источники, это и есть явление наше в славе. Ожидание с неба – это такое же самое ожидание извне. Ожидание, оно должно быть всё из тебя. Смотрите, последнее. Первый Адам – это то, ради чего я вам это говорю, друзья. Первый Адам, он был живым существом. Последний Адам – Животворящий Дух. Знаете, что это означает? Это означает, что первый Адам был потребителем, а последний Адам был источником. Вот это можно было сказать, эту фразу и больше ничего не говорили. Первый Адам, он был создан, его поселили для наслаждения, это не он всё создал. Рай был не его изобретением. Его поселили и сказали, владычествуй над тем, что есть. Он потреблял и должен был управлять. Последний Адам – это источник, он не является вообще потребителем. Поэтому, когда говорится «душа живая» и «дух животворящий», что-то, то, что производит, содержится только во втором варианте – жизнь производящая. То есть он не просто живёт свою жизнь, поглощая её, как блудный сын, знаешь, проживает свою жизнь. Нет, мало того, что он живёт вовеки, он ещё и производит жизнь вокруг себя, являясь абсолютным источником. Это его супер просто важнейшая ипостась, друзья мои, которую нам надо освоить. Мы не просто живые существа, потребители. Мы животворящие духи, источники жизни. Мы сами даём всему жизнь, везде, куда приходим. Это наша природа. И, друзья мои, сейчас самое главное. Животворящий дух, то есть последний Адам, он имел жизнь, имеет, он говорит, я имею жизнь в самом себе. Внимание, вот это надо очень усвоить и услышать. Он говорит, я имею, отец дал мне иметь жизнь в самом себе. То есть в отличие от первого Адама, которому что-то нужно было для жизнеобеспечения, этому не то, что для обеспечения, он, во-первых, жизнь в самом себе имел. Что это означает? Любое наслаждение, любая радость, любое там исцеление, да, то есть силу восстановить себя в три дня, он там, помните, её озвучивал. То есть полная регенерация для тела. То есть он, питание, если нужно, если не нужно, можно и без питания, потому что жизнь дал ему иметь в самом себе отец, как и нам сейчас. То есть мы имеем жизнь в самом себе. Сложно в это поверить, но нетление включает в себя такую жизнеобеспечивающую функцию, с которой можно вообще обходиться без всего. ничто нам не нужно, чтобы жить. Сейчас это звучит как утопия, но давайте сейчас посмотрим на самые важные вещи. Умножение содержится во мне. То есть если он говорит, что не нужно сеять, это означает, что всё, что ты берёшь в руки, может умножиться без сеяния. То есть зачем тебе брать жизнь у земли для семени, когда ты можешь сам умножать это? Ты и есть та почва, которая, что не попадёт в тебя, умножается. Грубо говоря, ещё раз, этот образ. Есть земля, ты берёшь зёрна, чтобы высыпать их в землю, надеясь, что земля даст им жизнь. Но Иисус, Он шагнул на 50 шагов вперёд. Мало того, что Он не брал зёрна, Он взял уже готовый хлеб и стал для Него той землёй, которая тут же умножила его. То есть Ему не нужна земля, чтобы что-то умножать. Ему не нужна благодатная почва, чтобы что-то умножать. Сыну Божьему не надо ничьи ресурсы, чтобы что-то умножить, потому что Он и есть этот ресурс. И я стал, друзья мои, просто сейчас, который год уже, который день, который месяц, стал смотреть на себя, как на источник, настаивать на этом. Возможно, что-то не сразу сработало, потому что мозги кипят от того, что думаешь, ну как, то, что ты привык считать, что ссылаться на небеса, что Бог источник всего, он там с небес что-то пошлёт. И вдруг Отец говорит тебе устами Иисуса, прямо в Библии ты можешь читать, Он говорит, вы дайте им есть, вы соль земли, вы свет, вы всё, что нужно этому миру, вы источник. Почему вы до сих пор находитесь в позиции Ветхого Адама, потребителя? Когда вам не надо ничего, друзья, вдумайтесь в эту фразу, жизнь заложена. Он дал тебе, Отец, иметь жизнь в самом себе. Это означает, для того, чтобы тебе жить, тебе не надо ничего. Для того, чтобы мне жить, мне не надо ничего. Так говорит Библия. Так говорит Отец. Представьте, Он говорит, смотри на себя, как на источник, ты познаешь эту истину. Умножение находится в тебе, наслаждение находится в себе. Именно это является секретом преломленного, умноженного хлеба. Иисус явился во славе, потому что жил Отцом. Поэтому и в этом месте Писания Он говорит, вы явитесь в славе, когда жизнь ваша будет Христос, животворящий дух, источник, источником которого ты являешься. Тогда слава, она сильно является. У тебя даже такая слава, что ты не просто являешься источником, у тебя уже является слава в том, что ты создаешь источники. Например, когда я открываю сынов Божьих, они ведь тоже источники. Не для меня источники, а по природе источники. И поэтому сила животворящего духа не только в том, что... Вы помните, как Иисус говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, и станешь источником воды живой. То есть вот оно. Он не сказал, что если вы дадите мне попить, то я, конечно, сделаю так. Это Он Самарянке так сказал, чтобы возбудить мне интерес. Но сегодня выглядит так, что, знаете, как помазанники, типа дайте мне попить, и я произведу что-то там, попытаюсь произвести. На самом деле нет. Он говорит, просто иди ко мне, пей бесплатно. В тебе возникнет этот источник. И что произойдет? Мы будем напитывать эту землю до края земли. Мы не нуждаемся в этой земле, пользующейся миром, как не пользуешься. Это не значит, что ты ничего не можешь взять и съесть. Это значит, что это не является источником твоей жизни. И Павел, он, друзья мои, вошел в это познание. Я уверен на 100%, что Павел мог вообще там сверхчеловеческие вещи делать. Именно поэтому он и сказал, что я не знаю, что избрать, остаться, или тут, потому что для меня жизнь Христос. Что я умру, я буду жить им, что я не умру, я буду жить им. Для меня разницы никакой нет. И, друзья мои, я хочу сказать, что последнее. Только источник может рождать источники. Только источник. Поэтому Иисус сказал, подойдите к источнику, пейте, и вы станете источниками. Потребитель никогда не сможет родить источник. Если тебе от кого-то что-то надо, может поэтому и случается так, поэтому и случается так, что человек, который сам является потребителем, он хочет создать вокруг себя источники. По сути, что он делает? Источники не создает, но полностью обирает людей, выжимает их. То есть деньги уходят, силы уходят, люди разрушенные, исчезают из служения. Почему? Потому что тот, кто не является источником, пытаясь делать источником, других он их опустошает, точно так, как и сам. Делает их не просто потребителями, а нищими потребителями. Потом, когда они опустошенные, пытаются жить, им надо столько всего, им надо восстановить там свое здоровье, свои деньги, свои семьи. Это жесть просто, друзья мои. Поэтому давайте подведем итог. Свобода в том, чтобы быть источником. Это ипостась Сына Божьего. Павел говорит, будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Вот он, природа источника. То есть я просто даю. Я вам скажу, друзья, что с самых первых моментов, когда Иисус воспитывал апостолов, представьте, он им сказал, не берите с собой ничего, ни субы, ни золота, ни серебра, идите. И когда они пошли, они стали действовать как источники. Они людям давали исцеление, давали свободу. Естественно, что у них не было проблем ни с пайкой, ни с чем. Но когда люди их благословляли, например, финансами, или едой, или жильем, друзья мои, это было из источника. Они это делали, как бы не призывали, сказать, что дайте нам денег, чтобы мы стали источниками. Они высвобождали на них великую благодать. И то, что к ним потом приходило, как финансы или благословения, это было не потому, что люди им дали. Это высвобождалось прямо из них. Понимаете? То есть это разные вещи. То есть когда к тебе что-то приходит из-за того, что ты раздаешь, оно приходит, по сути, оно к тебе не приходит, ты создаешь это, оно вытекает из тебя. Я вам даже больше, скажу. Ну давайте вот про мое служение. Есть люди из вас, которые, сыны Божьи, которые высвобождают финансы в наше служение. Я вам благодарен очень сильно. Ну если, знаете как, ну никто не может меня поработить этим. Потому что каждый раз, когда приходят финансы, я говорю, помазать о моем прибыли. То есть это из, вы же мне даете, это не потому, что я вас зову или вы мне нужны, чтобы вы меня кормили. Это происходит потому, что вы переживаете то, что есть у меня. По сути, то, что ко мне приходит, это мое и было. Оно просто материализовалось. Мое помазание материализовалось в реальные вещи, которые я могу пользоваться. И таким образом я нахожусь в положении пользующегося миром, как не пользующийся. потому что мой источник недели, мой источник помазание. Я решил высвобождать это, наполнять собой всё. И это происходит. Поэтому, друзья, это сильнейшие поста. Смотрите, как это работало в Ветхом Завете. Мардахею нужна была помощь. И он видел, что эта помощь должна прийти от эсфири. И в какой-то момент она поколебалась, и он объявляет ей что-то, что выдаёт в нём источник. Он говорит, если ты не пойдёшь, помощь придёт из другого места, а ты погибнешь. Вот это разговор, который мы должны вести с миром. Если вы нам не сделаете то, что нам надо, это произойдёт и без вас. Но вы погибнете. Вам будет плохо. Я часто говорю так людям, которые меня окружают, пытаются помогать служить. Я говорю, что я сделаю это с твоей помощью или без неё. Не ты источник. Но лучше я это сделаю с тобой, чтобы ты был участником. То есть я не строю на людях. Это не Вавилон. Я могу на сегодняшний день я нахожусь в таком этапе служения, что, по сути дела говоря, никто не может обломать то, что у меня есть. Потому что всё во мне. Мне не нужно ни на кого опираться, чтобы двигаться. Могут быть какие-то проблемки создать. Но это всё мелочи жизни. На самом деле ни на людях я это начал строить, ни на людях, и сейчас стою. И так и ты. Будь там бизнес, будь ещё что-то. Если ты говоришь тот председатель исполкома, он мне отказал, я не знаю, что делать. Значит, твой источник председатель исполкома. Какой-то директор завода, с которым ты контракт не можешь заключить. Это всё вообще, друзья мои, всё берётся из неправильного мышления. И что происходит? Иисфир поняла, что, а, так источник спасения не я, а Бог. И ей стало легче идти к царю разговаривать. Потому что он ей сказал, что, да, Бог это сделает и без тебя. Просто поучаствуй, всё будет хорошо, это Бог для нас делает, а не ты. Аллилуйя. Точно так юноши, которых там, помните, они идолам не поклонились и бросали в огонь. Они не сделали ставку на то, что царь помилует их. Они не сделали ставку на переговоры. Они были очень красноречивы. Они были учёными, юношами. Но когда стали вот так против царя, они ему сказали, Бог силен нас спасти. И поверьте, если ты не готов ощутить поддержку Бога, ты такого никогда в жизни не скажешь. Если в тебе этого нет, никто из нас не может сказать, взять, прийти к начальнику на работу и сказать, да я без тебя проживу, ты чё там. Если реально ты не понимаешь, что завтра ты окажешься на улице, например, у тебя куча ответственности финансовой, а тебя стали. Если источник для тебя была работа, ты будешь сидеть поджавший хвост. И эти юноши, они сказали, да Бог нас избавил. Он нас защитит от тебя. Но даже если не так, мы не поклонимся. То есть их ставка была на источник. То есть если я чего-то стою, то пусть оно проявится. Книга Исход, Моисей, этот вообще, он такой был крутяк, что он источники ещё создавал. Представьте, я вот всё время задумываюсь, когда он ходил к фараону и казни начали совершаться, представьте, что он достиг уже за год такой репутации, что фараон уже просто боялся. Моисей мог диктовать любые политические условия. Он мог сказать, слушай, сделай, фараон был готов на всё. Поблажку сделать, убрать количество работ, дать этим рабам всё, чтобы только остановилось это сумасшествие. Моисей не собирался. Нам иногда кажется, эх, построить бы этот Вавилон, вот за горло его взять, сказать, а ну делай, что я говорю. Нет. Даже если они начнут делать то, что мы говорим, указание одно, выйди оттуда, выйди, выйди, не делай источник для себя Вавилон, не делай для себя источником, независимо, подчиняется он тебе или нет. Знаете, бывает такое, что мы можем, как Сыны Божьи, нагнуть этот Вавилон так, что он начнёт подчиняться на своём уровне, на работе, ещё где-то. И такие, ну раз он подчиняется, то что вы его душите, выходите из него, ну пусть он меня обеспечивает. Нет. Нет. Так источник не мыслит. И поэтому он не захотел Моисей пользоваться землёй Египта, потому что Бог ему сказал, отец ему сказал, любимый наш отец, он сказал, не будет Египет для тебя источником, не будет. И поэтому сегодня я выбираю, друзья мои, я хочу, чтобы вы выбрали это вместе со мной, быть источником. Во-первых, оно тебя освободит. Пересмотри сейчас свою жизнь. Это не какое-то моральное правило, типа, давать, блажение, ну, чего блажение, если потом меньше становится. Нет. Это сверхъестественная жизнь. сверхъестественная жизнь, когда я знаю, у меня никогда не закончится. У меня невозможно ничего отнять, потому что всё, что ты отнимаешь, у меня умножается. Забери у меня хлеб, хлеб умножится. Забери у меня, например, кусок служения, служение расширится. Поэтому я сегодня так свободен, я могу сказать, что забирай, бери, если вот как мы там, зазрел виноград, считай, что созрел, иди. И так далее. Именно эта причина, по которой Павел сказал, я и тому рад, что проповедуют моё послание из корысти. Я тоже рад. Я знаю, что, знаете, люди, которые проповедуют моё послание, многие там и бабки получали, деньги там, то есть им давали деньги. И казалось, если бы я был такой несторонник или сторонник собирать всё себе, я бы, конечно, не позволил бы им это делать, создал бы подотчётную структуру, как все это делают. И никто бы ничего не имел. А я слышу, когда говорят, меня благословили, я там проводил зуб, мне что-то дали, мне там что-то перечислили. Я думаю, ну, ради Бога. Я не мыслю, как потребитель, что если отдали там, то у меня убыло. Нет. Источник мысли так, что если туда пошло, то у меня умножается. Понимаете? Это то, что прекращает, даёт людям уверенность, они не делят бизнесы, не делят служения. Пожалуйста, как Павел говорит, хоть мы нищие, но многих обогащаем. Нищие не в плане у нас ничего нету, а в плане того, что нам и не надо что-то иметь, чтобы всем обладать. Мы, это и так всё наше. С точки зрения мирской, они спросят, что у тебя есть? Я скажу, ничего нету. Говорит, а откуда это? Потому что я всем обладаю. Понимаете, друзья? Поэтому смотри, ипостась Божья, подвожу итог, ипостась Сына Божья, это взошед на высоту, написано, пленил плен и дал дары. Я хочу, чтобы вся наша небесная цивилизация перестала мыслить категориями даров. Я слышал, какой у тебя дар, дар пророчества, дар исцеления. Забудьте за всё это, будьте теми, кто раздаёт дары. Я знаю, что кто-то меня услышит. Если ты хочешь создать бизнес для того, чтобы оттуда питаться, смени мышление. Тебе надо создавать бизнес и давать людям этот бизнес. То есть мыслить о себе как об источнике бизнесов для многих людей. Как я мыслю о себе как об источнике служений для многих людей. Многие получили свою реализацию. Сейчас они её получают. Наслаждаются тем, что могут наконец-то влиять на людей. Что кто-то их слушает. Что они за кого-то молятся и кто-то исцеляется. Я сижу и доволен. Я не говорю, что исцеляю только я, потому что куча свидетельств и в светильниках, и в ходатайах. И я чувствую себя как настоящий сын Божий. С наслаждением. Я думаю, вау! Просто потому, что я стал считать себя источником. Отец меня открыл это. сегодня тысячи людей, сотни людей наслаждаются своими служениями, своими благословениями. И поэтому быть источником это круто. Я уже не говорю про тот сверхъестественный феномен, что когда это серьёзнейший удар по Вавилону, когда ты источник, тебе от него ничего не надо, он тебе ничего не может продать. или он тебе принудительно принесёт, как Мордахей сказал, ну если даже и не ты, то я получу из другого места, а ты погибнешь. Это наш разговор с царями. Итак, друзья мои, вы готовы открыть себя в новой ипостаси источника раздаятеля даров и наполняющего всё во всём с этой высоты. Если ты готов, то сейчас я буду молиться за тебя и мы будем принимать причастие. Для чего? Потому что Иисус источник, Он продемонстрировал, как это работает. Он не был торговцем помазания. Он не был торговцем откровения. Вы знаете, я однажды спросил рассказывать, я однажды спросил у него, я говорю, прямо у меня был разговор, как с Иисусом, не из-за Иисуса с отцом, а просто меня, как брата его, с Иисусом. Я спросил, Иисус, я говорю, Иисус, как за две тысячи лет люди как только не пользовали твоё учение? Ну, я это спросил, потому что и мои иногда проповеди брали, и там люди делали чуть ли не карьеру себя на этом. Ты представляешь, и сейчас такое есть. Берёт, я говорю, я представляю, сколько людей сделали на твоём учении. Я ему говорю, Иисус, на твоём учении, на твоём Евангелии, на Библии сделали себе карьеры, состояние осколотили, дома, машины, колесницы, стали миллионерами просто преуспевающими людьми. Причём продавали иногда эти учения без пардона, безжалостно, без всякого стеснения продавали строки из твоих учений, на цитаты разбирали, там, колупали, выискивали какие-то откровения и продавали. И это происходит по сентябре. Я говорю, как ты вообще смотришь на это? Почему ты это не остановишь? И сказать, что Иисус ответил? Он ответил, потому что я источник. Моя задача наполнять собою всё. Я позволяю делать с собой всё. Я позволяю делать со своим учением всё. Я когда это услышал, я подумал, я говорю, и что, тебе это не причиняет никакого ущерба твоему царству? Он говорит, а как можно причинить ущерб тому, что бесконечно умножается? Как у этого можно что-то отнять? Говорит, ты думаешь, если кто-то взял мои слова и использовал для своей жизни, он у меня что-то отнял? Дед, представляете? Я думаю, боже мой, вот это откровение об источнике, это бомба, это то, что нам понадобится. Друзья мои, вы увидите, что начнет происходить. Мы будем возвращаться к этому откровением. Посмотри на себя по-новому. Женатый будь как неженатый, будь как источник. Женатый будь не просто неженатым, а будь как источник. В этом смысл. Потому что женатый женится для себя. По сути, не надо только ля-ляш у кого-то счастливый взял. Все женятся и выходят замуж для себя. Чтобы быть счастливым, будь как источник. Вот все, кто в семье сейчас теме движется. Я думаю, что вы там слышите такие вещи. Пользующийся миром как не пользующийся. А как кто? Как источник. Наполняй собой мир. Как источник. Тебе не надо пользоваться. Пусть мир пользуется. У тебя же много. Давайте не бояться, что нас кто-то по пользе. Высвобождать и высвобождать без конца. У нас же много. Дальше. Покупающий как не приобретающий. А как источник. Даже если что-то ты купил, например, ты же ничего не приобрел, потому что и так все твое. Тебе не нужна от мира какие-то эмоции и радости. У тебя все есть. Ты радуешь. Не тебя радует, а ты радуешь. Ты наполняешь, ты наслаждаешь. В этом твоя позиция, в этом твой кайф. халлилуйя. И поэтому бери со мной причастие. Это тело и кровь того, кто проявил нас как источник. Это Сын Божий, с Которым мы одно. Отец, Который мы одно. Один дух, одно тело. И когда мы начнем, друзья двигаться в этом откровении, очень сильно связано с нетлением. Согласитесь, связано с нетлением. Когда ты тленный, ты живешь для себя, тебе надо поддерживать организм, что-то кушать, тебе надо иметь наслаждение, потому что ничто не вечно ты умрешь. Когда ты нетленный, представь, смысл в кормежке пропадает сразу же. У тебя вечность. У тебя радость, потому что тебе ничто не надо, радовать. У тебя есть жизнь в самом себе. Сын имеет жизнь в самом себе. А жизнь это и наслаждение, и умножение, и не тление. Ничего не надо. Ты сам даешь ему жизнь. Это круто. Поэтому весь 2022 год мы будем жить в этом. Друзья на этом упал. и так, я молюсь за тебя. Отец, спасибо тебе. Я благодарю тебя, что ты открываешь этот могущественный источник небесной цивилизации. я вижу отец, как тысячи и тысячи тысячи сынов. Они пробуждаются как источники. Ты сказал, что если мы будем пить от тебя, то мы станем источниками. И мы пили от тебя, и мы стали источниками. И это источник не просто чего-то невидимого, это источник видимого. Это факт того, что мы имеем всё. И не просто имеем всё. Мы даже не можем иметь всё, потому что всё умножается постоянно. Всё преломляется, всё умножается, всё процветает. Это не заканчивается никогда. И поэтому каждый из нас это животворящий дух, не потребитель, а источник. Не существо живое, а существо животворящее. не поглощающее, а высвобождающее, умножающее, прилавляющее. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя, прошу тебя, Отец, чтобы чтобы прямо сейчас каждый начал видеть и чувствовать себя тем, кто наполняет собою всём, радостью, помазанием, светом, любовью, силой, раздавая дары, раздавая радость, без конца, раздавая благодать, благословение, раздавая материальные вещи, потому что ничто никогда не заканчивается. Отец, я благодарю тебя. Я высвобождаю сейчас это помазание, высвобождаю дары, высвобождаю то, что кому-то захочется быть строителем, захочется быть пастырем, захочется заниматься какой-то функцией в церкви. Я высвобождаю сейчас это. Если человек видит в этом свою задачу, своё счастье, свою реализацию, я даю это. Помазание твоё, отец, благодарю тебя, благодарю тебя, и славлю, и славлю, и славлю, и славлю, и славлю, и славлю, слава, слава, слава. Принимай сейчас это помазание, помазание, которое открывает твой разум, открывает твои глаза, открывает твои эмоции, чувствование, именно, чтобы мыслить о себе как в источнике включая сейчас это почитание это зеркало слова я даю всему жизнь я даю всему жизнь все в достатке умножается прямо во мне я живу отцом этого достаточно чтобы производить для многих обеспечениях дары жизни халилю и халилю и слава 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 тебе отец благодарю тебя благодарю тебя и принимай со мной сейчас причастие . уже со мной здесь принимает причастие помышляя себе как в источнике когда ты будешь принимать это причастие ты можешь почувствовать прямо как твоя и поставь как твоего познания изменилась завтра и держи эту мысль в разуме что ты источник через тебя будет сильнейшая трансляция происходить говорю тебе духом божьим я прямо сейчас чувствую как от многих из вас начала исходить это энергия света энергия звука энергия силы такой найти горячей такой силы как помазание как масло что вы даятель и одно соприкосновение с тобой будет людей насыщать наполнять будет наделять обеспечивать это здорово понимание халилю и чудесное время друзья позаботьтесь о том чтобы это послание про источник каждый из вас посмотрел еще раз пропитывался пропитывался потому что это реально целая реформа в сознании это буквально стать в голове другим запомнить эту фразу 1 ада это потребитель последняя до это источник даять и он только даять только источник и это абсолютно другая природа нам ничего не нужно чтобы иметь жизнь она у нас есть халилю и ну что ж дорогие я благодарю что вы были со мной все это время у нас сегодня чуть чуть дольше три часа почти эфир шоу крутые свидетельства классное исцеление если у вас еще что-то произошло свидетельствуйте в чатах то исцелился у кого что-то изменилось в теле мы очень хотим это все слышать читать и знать благодарю всех кто за нас ходатайствует кто высвобождает как уже источник финансы у нас кстати появилась на youtube канале кнопка спонсировать очень удобно с любой страны и можете привязать это спонсорство своей карте и я вам будет вам без всякого головняка потихонечку с вашей карты деньги списывать только вот это источник по будь источник пока родные мы вас любим до встречи и Продолжение следует...